Глава двадцать первая. Эпиграф. Он видел бездну под ногами. Там вечно полыхало пламя среди вечной тьмы. Он подал знак, и тут же сквозь кромешный мрак, сквозь серый смрад в ущелье душном, Бог утренний пришел послушно, красив как ангел воплоти, и воссиял среди светил. В той части рукописи, которую я читал в подземелье еврея Адонии, сказал Мансада, продолжая свой рассказ, несколько листов недоставало, а на многих других написанное совершенно стерлось, и Адония никак не мог восполнить этот пробел. Из последующих страниц, которые можно было прочесть, яствовало, что Исидора оказалась недостаточно благоразумной и продолжала позволять таинственному посетителю приходить по ночам в сад и разговаривать с ней через окно. Однако ей не удалось убедить его вступить в переговоры с ее семьей. А может быть, она знала, что обращение его не будет там встречено благосклонно? Таково во всяком случае было содержание следующих строк, которые я мог прочесть. Эти свидания возвращали ее к прежней призрачной жизни. С утра до вечера она думала только о той минуте, когда снова должна будет его увидеть. Весь день она была молчалива, задумчива, равнодушна ко всему, поглощена одной единственной мыслью. К вечеру уже настроение ее заметно поднималось, как бывает с людьми, у которых есть какая-то тайна, искрытый от всех источник неизъяснимых наслаждений. Душа ее стала походить на цветок, который распускается и начинает благоухать только с приближением ночи. Само время года, казалось, покровительствовало этому роковому обману. Это было в разгаре знойного лета, когда только по вечерам можно бывает дышать, и напоенная ароматами сверкающая ночь становится для нас днем, а самый день проходит в томительной и беспокойной дремоте. Только к ночи Исидора оживала. Только у своего освещенного лунным светом окна начинала она дышать полной грудью, и, должно быть, никогда еще лунные лучи не озаряли такого стройного стана, не золотили такого прелестного лица и не встречали ни в чьих глазах такого чистого и безмятежного света. В перекрестье этих родственных друг другу лучей было что-то похожее на общение духов, которые скользили по ним, и, переходя от пламени далекой звезды к сиянию человеческих глаз, понимали, что и там, и тут они обретают блаженный покой. Часами стояла она, прильнув к окну, пока ей не начинало казаться, что подстриженная и искусно прибранная зелень сада превращается в буйную и колыхающуюся листву деревьев на ее райском острове, что цветы в нем начинают пахнуть так же, как те дикие розы, которые некогда усыпали лепестками своими ее путь, и по которым она ступала босыми ногами, что птицы поют так, как там, когда ее вечерняя, идущая от сердца песня, сливалась с их замирающими хорами и становилась едва ли не самым проникновенным гимном, который когда-либо вместе с дуновением ветерка устремлялся к небу. Но иллюзия эта длилась недолго. Суровое однообразие прямоугольных садовых гряд, где цветы и те располагались по некоему принуждению, угнетала ее своими правильными очертаниями, и она обратилась к Богу, прося Его облегчить ей душу. Кто же из людей не прибегает к этому даже тогда, когда впервые бывает охвачен любовью мучительной и сладостной? Мы ведь тогда открываем Богу тайну, которой никогда бы не доверили никому из смертных, а в тот ущербный час, который неименуемо наступает для всех, кто любит только земною любовью, мы опять-таки призываем небеса, которым мы однажды уже доверились еще раз ниспослать светлого вестника, несущего нам утешение в тех несметных лучах, которые их ясные, холодные и ко всему равнодушные светила неизменно направляют на землю, словно в насмешку над нею. Мы обращаемся к ним, но только слышат ли небеса нашу мольбу? Отвечают ли они на нее? Мы плачем. Но разве мы не чувствуем, что слезы наши подобны дождю, который проливается в море? Море бесплодное. Но не все ли равно? В Откровении сказано, что наступит время, когда все те просьбы, которые мы вправе обратить к небесам, будут удовлетворены, и когда со всех очей будут отерты слезы. Однако Исидора не успела еще постичь завета небес, который гласит «Пойдемте в дом скорби». Ночь все еще была для нее днем, а солнцем ее плывшая по небу светлая луна. Когда она взирала на нее, воспоминания о блаженном острове приливали к ее сердцу целым потоком, а вскоре вслед за тем появлялся и тот, кто воскрешал их и мечту превращал в действительность. Он появлялся каждую ночь. Ничто не могло помешать его приходу или заставить его уйти. Она знала, сколь строги, заведенные в доме порядки, и как замкнута живет ее семья. И поэтому ее не могло не удивлять, с какой легкостью Мелмот бросает вызов и тому, и другому, каждый вечер беспрепятственно проникая к ним в сад. Однако влияние ее прежней, похожей на сон романтической жизни, было так велико, что постоянные появления его при обстоятельствах столь необычных никогда не наводили ее на мысль о том, как ему удается преодолевать те трудности, которые простой смертный преодолеть бы не мог. Действительно, было два странных обстоятельства, связанных с их свиданиями. Хоть оба они встретились в Испании спустя три года после того, как расстались на берегу острова в Индийском океане, ни один из них ни разу не спрашивал другого о том, как могла произойти столь неожиданная и необыкновенная встреча. Что касается Исидоры, то легко можно понять, почему она оказалась столь беспечной и не проявила в этом отношении ни малейшего любопытства. Прежняя жизнь ее была настолько сказочной и фантастической, что все невероятное сделалось для нее обычным, а обычное напротив невероятным. Чудеса были ее стихией, и очень может быть, что появление Мелмота в Испании даже меньше удивило ее, нежели первая встреча с ним на песчаном берегу пустынного острова. Что до Мелмота, то тут причина была совершенно иная, хоть привела она в сущности к тому же. Для него на свете не могло быть большего чуда, чем его собственная жизнь, а та легкость, с которой он переносился с одного конца земли на другой, смешиваясь с населявшими ее людьми и вместе с тем ощущая свою отделенность от них, подобно усталому и равнодушному к представлению зрителю, который бродит вдоль рядов огромного портера, где он никого не знает, исключало для него всякую возможность удивляться, даже если бы он встретил Исидору где-нибудь на вершине Ант. За месяц в течение которого она молча соглашалась на то, чтобы он появлялся по ночам у нее под окном, отделенный от нее расстоянием, которое само по себе должно было бы исключить всякого рода подозрения даже у испанского ревнивца, балкон, на который выходило ее окно, поднимался футов на четырнадцать над садом, куда приходил Мелмотт. За этот месяц Исидора быстро, но незаметно прошла все степени чувства, какие неизбежно проходят те, кто любит, независимо от того, протекает ли их любовь гладко или встречает на своем пути преграды. Сначала Исидору одолевало желание говорить и слушать, слышать и быть услышанной. Ей хотелось рассказать обо всех удивительных событиях своей новой жизни, и, может быть, ей увладела смутная и бескорыстная надежда возвысить себя в глазах любимого существа, та, что побуждает нас при первой же встрече выказывать все свое красноречие, все способности, все привлекательные стороны, какие у нас есть, причем отнюдь не с гордой заносчивостью соперника, а со смирением, какое бывает у жертвы. Завоеванный город выставляет на показ все свои богатства в надежде умилости ведь завоевателя. Он старается, чтобы вся эта роскошь его возвеличила, видя, как недавний враг его украсил себя трофеями, он гордится этим больше, чем гордился бы, будучи победителем сам. Это первая светлая пора, возбуждение, робости и боязни, но вместе с тем какой-то счастливой и полной надежд тревоги. Потом мы начинаем думать, что нам никак не удастся достаточно полно выказать наш талант, силу воображения, все, что может заинтересовать в нас и поразить. Мы гордимся тем уважением, с которым к нам относится общество, от того, что надеемся положить его к ногам предмета нашей любви. Мы ощущаем чистую и, можно сказать, одухотворенную радость от всех расточаемых нам похвал, полагая, что они помогут нам заслужить похвалу существа, которое одарило нас благодатной любовью, ведь она то и есть вдохновительница всего, что мы совершили. Мы возвеличиваем себя для того, чтобы возвратить это величие существу, которому мы обязаны им, и для которого его берегли, и наша единственная цель — возвратить этот долг с теми изрядными процентами, что нарастают у нас в сердце. Мы ведь готовы отдать все, что у нас есть, даже если платеж этот оберет нас до последнего гроша, потребует его последнего биения, последней капельки нашей крови, может быть, ни один святой, который смотрел на чудо, когда-либо сотворенное им, как нечто свершившееся, независимо от его собственной воли, не испытывал такого чистого и высокого самоотрешения, как девушка, которая в первые же часы любви приносит к ногам своего кумира пышный венок, куда вплетены и музыка, и живопись, и красноречие, и, затаив дыхание, ждет в единственной надежде, что роза ее любви не останется незамеченной среди всех остальных цветов. О, какая же радость для такого существа, а именно такую была Исидора, на глазах у многолюдной толпы коснуться струн арфы и ждать, пока умолкнут шумные и грубые рукоплескания, чтобы услышать вырвавшийся из глубин сердца вздох того единственного, для которого играли, нет, не пальцы рук, а вся душа, и чей единственный вздох, и только он один слышен среди восторженного гула несчетной толпы, какая радость для нее сказать себе я слышала, как он глубоко вздохнул, а он слышал, как мне рукоплескали, а когда девушка скользит в танце и с легкой привычной грацией касается многих чужих рук, она чувствует, что есть только одна единственная рука, чье прикосновение она всегда узнает, и, ожидая этой волнующей, как сама жизнь, дрожи, она движется между танцующими в холодном изяществе своем, похожее на статую, до тех пор, пока прикосновение пигмалиона не согреет ее, не оживит, пока под рукою упорного воятеля мрамор не превратится в плоти кровь, и в эту минуту каждый жест ее выдает необычные и неосознанные еще порывы дивного творения, которому любовь дала жизнь, оно обретает новое для него наслаждение, ощущая в себе жизненные силы, которые вдохнула в него самозабвенная страсть воятеля. Когда же этот роскошный ларец открыт? Когда взглядом собравшихся предстают искусно вышитые на ткани узоры, и кавалеры разглядывают их, а дамы сгорают от зависти, и все не могут оторвать от них глаз, и раздается громкая похвала, исходящая как раз от тех, кто меньше всего умеет вглядеться, кто не обладает достаточным вкусом и тонкостью понимания, тогда-то взгляд искусницы незаметно ищет в толпе глаза, что одни могут все увидеть и оценить, глаза того, чье мнение для нее дороже, чем похвалы целого мира. Вот на что надеялась Исидора. Даже на острове, где он впервые увидел ее, когда разум ее только еще пробуждался, она ощущала в себе присутствие неких высших сил, и сознание это приносило ей утешение, не вызывая, однако в душе немалейшей гордости. Она вырастала в собственных глазах лишь по мере того, как росла ее беззаветная любовь. Любовь эта и составляла предмет ее гордости, а ее развившийся разум, ибо христианство даже в самой извращенной своей форме всегда развивает в человеке разум, вначале убеждал ее, что если гордый и необыкновенный пришелец увидит, как все вокруг восхищаются ее красотой, ее талантами и богатством, то он падет перед нею ниц, или уж во всяком случае признает, как много значит все то, чего она достигла с таким трудом, после того, как ее насильно приобщили к европейскому обществу. Вот на что она надеялась во время первых его посещений. Но, как все это не было лестно для того, на кого направлялись ее усилия, простодушную девушку постигло, однако, разочарование. Для Мелмота ничто не было ново под солнцем. Он знал больше, чем любой мужчина или любая женщина могли ему рассказать. Человеческие достоинства были в его глазах сущей безделицей, погремушкой, трескотня, которой надоело ему, и он отбрасывал ее прочь. Красота была для него цветком, на который он смотрел с презрением и прикасался к нему для того лишь, чтобы сгубить. Богатство и общественное положение он оценивал по достоинству, но взирал на них отнюдь не со спокойным презрением философа или высокой отрешенностью праведника, а с тем зловещим предвкушением возмездия и суда, которых, по его глубокому убеждению, людям этим было не миновать. К исполнению этого приговора он, может быть, испытывал то же чувство, что и палачи, которые по приказанию Митридата расплавили золотые цепи и влили пышущий огнем металл в горло посланцу Рима. Снедаемый подобными чувствами и еще другими, рассказать о которых нет никакой возможности, Мелмот находил невыразимое облегчение от уже клокотавшего в нем вечного огня, в том, что он приобщался к ничем не запятнанной свежести и целомудрию, окружавшим сердце и моли. Для него ведь она и теперь оставалась прежнею и моли. Она была для него оазисом в пустыне, источником, преподаях, которому он забывал о своем пути по жгучим пескам и о тех жгучих песках, к которым этот путь должен его привести. Он сидел в тени смоковницы, не думая о черве, который подтачивал ее корень. Может быть, бессмертный червь, который впился в его собственное сердце и неустанно подтачивал его и глодал, мог бы один заставить его забыть о том, как сам он терзал сердце девушки. Не прошло и недели с начала их встречи, как Исидоре пришлось уже отказаться от иных из своих притязаний. Она оставила мысль о том, чтобы заинтересовать его собой или поразить эту тайную мечту, которая в каждом женском сердце, даже самым невинным, живет бок о бок с любовью. Отныне все надежды ее и мечты сходились не на чистолюбивом притязании быть любимой, а на единственном желании любить самой. Она больше уже не намекала ни на то, как развивались в ней прежние способности или как появились новые, ни на то, как расширился ее кругозор и как изощрился вкус. Она вообще перестала говорить сама, ей хотелось только сидеть и слушать. Потом она уже перестала ловить смысл его слов, ей захотелось вникать в него самого, может быть, больше вглядываясь, нежели вслушиваясь, а может быть, постигая его суть чувствам, в котором зрение и слух сливаются воедино, она видела его задолго до того, как он появлялся и слышала тогда, когда он вообще не произносил ни единого слова. Они проводили вместе недолгие ночи, какие бывают летом в Испании, и Сидора попеременно взирала то на похожую на солнце луну, то на своего таинственного возлюбленного, а он, не проронив ни слова, стоял, прислонившись к каменному столбу балкона или к стволу огромного мирта, который даже в ночную пору к вящему удовольствию пришельца прятал его в своей тени, не давая разглядеть зловещее выражение его лица. И оба они молчали, до тех пор, пока не начинало светать, и Исидора движением руки не давало понять, что приходится расставаться. Так всегда бывает с глубоким чувством. Никакие слова уже не нужны тем, кто научился говорить друг с другом одним биением сердца, чей взор даже при рассеянном лунном свете более понятен другому опущенному и скрытому в тени взору, чем иной вынятный разговор среди бела дня, когда лица собеседников освещены ярким солнцем, тем, для кого, преображая все земные привычки и чувства, мрак становится светом, а тишина обретает голос. Во время их последних свиданий Исидора иногда, правда, что-то говорила, но всякий раз очень мягко и сдержанно, для того, чтобы напомнить своему возлюбленному о том, что он обещал ей, что откроет свои намерения ее родителям и будет просить у них ее руки. Иногда она вскользь добавляла, что чувствует себя все хуже, что совсем пала духом, что сердце ее разрывается и сетовала на то, что все очень уж надолго откладывается, что надежды ее никак не сбываются, что они вынуждены видеться в тайне от всех, при этом она плакала, но скрывала от него, что плачет. О, Господи, это ведь действительно так. Мы обречены и обречены справедливо, если сердца наши устремляются к тому, что ниже нас оставаться неприкаянными. Так голубь, воспаривший над бескрайним океаном, не может найти уголка земли, где сесть, и зеленого листика, чтобы унести его в своем клюве. О, да откроется таким душам ковчег милосердия, и да примет он их из этого бурного мира, где разлился потоп и бушует гнев, с которыми им не под силу бороться, и где им не найти себе место для отдохновения. Исидора достигла теперь последней ступени этого мучительного пути, по которому вел ее суровый и угрюмый спутник. На первой из этих ступеней она с простительным для нее девическим простодушием стремилась вызвать в нем интерес к вновь приобретенным ею талантам, не понимая, что для него в этом нет ничего интересного. Вся та гармония цивилизованного мира, которая одновременно и утомляла ее, и являлась для нее предметом гордости, резала ему слух. Он успел изучить все струны этого любопытного, но плохо сделанного инструмента и обнаружил, что все они фальшивят. На второй ступени она удовлетворялась тем, что может его видеть. Его присутствие создавало вокруг нее особую атмосферу. Ею одной она дышала. Когда наступал вечер, она говорила себе «Сегодня я его увижу». И стоило ей произнести про себя эти слова, как вся тяжесть жизни спадала с ее сердца, и ей сразу же легче дышалось. Принуждение, уныние, однообразие ее жизни все рассеивалось, как облака при появлении солнца, вернее, когти облака, которые принимают такую великолепную и яркую окраску, что кажется, будто само счастье изобразило их своей кистью. Свечение это распространялось на все, что она видела, на все, что чувствовала. Мать ее больше уже не была в ее глазах холодной и нудной ханжой, и даже брат ее предстал в совсем другом свете, и ей начало казаться, что он, может быть, добр. Не было ни одного дерева в саду, листва которого не была бы озарена светом заходящего солнца, а в струившемся ветерке звучала мелодия, исходившая из ее собственного сердца. Когда же она, наконец, видела его, когда она могла сказать себе «он пришел», ей казалось, что все счастье, какое только есть на земле, сосредоточено в этом единственном чувстве. Во всяком случае, никакого другого счастья у нее быть не могло. Она больше не поддавалась желанию привлечь его к себе или подчинить. Поглощенная его жизнью, она забывала о своей. Упоенная собственным счастьем, она утратила желание или, вернее, гордость, побуждавшая ее подарить это счастье другому. В разгаре охватившей ее сердце любви, она бросила свою жизнь, как жемчужину, в кубок, поднятый во здравие своего возлюбленного и без единого вздоха увидела, как жемчужина эта растворилась в вине. Теперь, правда, она начинала понимать, что сила ее чувства к нему, ее глубокая преданность заслуживали по меньшей мере благодарного признания со стороны предмета ее любви, и что если он будет и дальше по непонятным причинам откладывать свое решение и обрекать ее на новые муки, то, может, статься признание это явится слишком поздно. Она высказала ему это, однако на все ее мольбы, а выражала их она только языком взглядов, он отвечал ей глубоким и тягостным молчанием или же остротами, неистовыми и жуткими, которые тревожили ее еще того больше. Временами он, казалось, даже наносил оскорбление сердцу, которое победил, и притворялся, что сомневается в том, что овладел им, с видом человека, который в душе упивает со своей победой и который, издеваясь над своим пленником, спрашивает его, действительно ли он так крепко закован в цепи? «Да ведь ты же меня не любишь», говорил он, «ты же никак не можешь любить меня». В вашей счастливой христианской стране для того, чтобы появилась любовь, нужны тонкий вкус, соответствие привычек, счастливое единство целей, мыслей, нечаяний чувств, которые, выражаясь высоким языком еврейского поэта, вернее, пророка, говорят и свидетельствуют друг другу, и хотя у них нет ни языка, ни наречия, некий голос слышен среди них. Как можно любить того, кто так отвратителен с виду, у кого такие странные привычки, такие дикие и необъяснимые чувства, того, чья жизнь, назначение которой непостижимо, полна ужасов, и кто этих ужасов не боится? Нет, добавил он решительно и печально, ты никак не можешь любить меня в тех обстоятельствах, в которых сейчас живешь. Когда-то могла, но это прошло. Теперь ты крещеная дочь католической церкви, ты принадлежишь цивилизованному обществу, у тебя есть родители и семья твоя не захочет признать чужестранца, а раз так, то что же может у нас быть с тобой общего Исидора? Или как бы сказал твой отец Иосиф, если он настолько знает греческий язык, что есть между тобой и мной? Я любила тебя, ответила девушка, и голос ее был так же чист, тверд и нежен, как тогда, когда она была единственной богиней своего сказочного цветущего острова. Я любила тебя, прежде чем стала христианкой. меня заставили изменить моей вере, но никто не может заставить меня изменить моему сердцу. Я люблю тебя и сейчас. Я буду твоей навеки и на берегу пустынного острова, и за решеткой моей христианской тюрьмы я повторяю все те же слова. Что еще может сделать женщина? Что может мужчина при всех прославленных преимуществах характера его и чувств, о которых я узнала только тогда, когда сделалась христианкой и стала жить в Европе? Ты только оскорбляешь меня, когда начинаешь сомневаться в чувстве, в котором тебе не худо было бы разобраться пристальнее, потому что ты не испытывал его и не можешь его понять. Так скажи мне, что же такое любовь? Может ли все твое красноречие, вся твоя софистика ответить на этот вопрос так же правдиво, как я? Если ты хочешь знать, что такое любовь, то пусть тебе ответят не язык мужчины, а сердце женщины. Что такое любовь, повторил Мелмотт? Ты это хочешь знать? Ты сомневаешься в том, что я тебя люблю, продолжала Исидора. Так скажи же мне сам, что такое любовь? Ты задала мне задачу, сказал Мелмотт, с невеселой усмешкой, которая столь сродни чувствам моим и образу мыслей, что, разумеется, я решу ее так, как никто другой. Любить прелестное Исидора означает жить в мире, который создает себе твое сердце, и чьи формы и краски столь же ярки, сколь иллюзорны и далеки от жизни. Для тех, кто любит, не существует ни дня, ни ночи, ни лета, ни зимы, ни общества, ни одиночества. В их упоительной, но призрачной жизни есть только два периода, которые в сердечном календаре обозначаются двумя словами свидание и разлука. Это заменяет все различия, существующие в природе и обществе. В мире для них существует только один человек, и человек этот является для них одновременно и целым миром и его единственным обитателем. Они могут дышать только одним воздухом, тем, который напоен его присутствием, и свет его очей, то единственное солнце, в лучах которого они нежатся и которое озаряет их жизнь. «Тогда значит я люблю», подумала Исидора. «Любить», продолжал Мелмот, означает жить в вечном противоречии, чувствовать, что разлука с любимым непереносима и вместе с тем быть обреченным на то, что присутствие его становится едва ли не столь не столь же мучительным. Когда его нет, тобой овладевают тысячи мыслей, и ты мечтаешь о том, как радостно будет встретить его и все ему рассказать, но встреча эта приходит, и ты вдруг ощущаешь неимоверную и необъяснимую робость, и бываешь не в состоянии ничего выразить словами. Красноречие, которое приходит к тому, кто расстается с любимым существом, обертывается при появлении его немотой. Ты ждешь часа его возвращения, зари некоей новой жизни, а когда час этот настает, ты чувствуешь, как все те силы, которые он должен был в тебе пробудить, вдруг замирают. Ты становишься той статуей, которая встречает восход солнца, но не откликается на него звуками музыки. Ты ждешь его светлого взгляда, как путник в пустыне ждет первых лучей восходящего солнца. Когда же оно изливает свои лучи на пробудившийся мир, то он слабеет от непереносимой силы этого слепящего света и уже, кажется, хочет, чтобы поскорее наступила ночь. Вот что такое любовь. Тогда должно быть, я действительно люблю, едва слышно, сказал Исидора. Ты чувствуешь, продолжал Мелмот, и голос его звучал все громче, что вся жизнь твоя поглощена его жизнью, что ты не ощущаешь ничьего присутствия рядом, а только его присутствие, что тебя радуют только его радости, что страдать ты способна только тогда, когда страдает он, что ты существуешь на свете только потому, что существует он, и что у жизни твоей нет другой цели, кроме как быть посвященной ему. Смирение твое возрастает по мере того, как посвящая себя ему, ты отрешаешься от себя, и чем ниже ты склоняешься перед своим идолом, тем менее ты кажешься себе достойной его, пока ты уже не принадлежишь ему безраздельно и не перестаешь быть собой, ты чувствуешь тогда, что все прочие жертвы ничто в сравнении с этой, и поэтому она должна заключать в себе их все. Женщина, которая любит, не должна уже больше вспоминать о своей собственной, привычной для нее жизни, она должна считать родителей своих, отечество, природу, общество, даже религию, ты дрожиши моли, я обмолвился Исидора, только крупицами Ладана, которые она бросает на алтарь своего сердца, чтобы он горел там и источал священный свой аромат. Значит, я люблю, сказала Исидора. Это было действительно страшное признание. Она вся задрожала, и из глаз ее хлынули слезы. Я ведь позабыла обо всех узах родства, которыми, как мне говорили, я связана с людьми. Я позабыла о стране, где я, по их словам, родилась. Я откажусь, если это понадобится, от отца и матери, от моей отчизны, от всего, к чему я привыкла, от мыслей, которым меня научили, от религии, которую я... Нет. Нет, о Господи! Спаситель, вскричала она, отойдя от окна и припадая к распятию, никогда я не отрекусь от Тебя, никогда ты не оставишь меня в смертный час, ты не покинешь меня в часы испытаний, ты и сейчас придешь мне на помощь. При свете горевших у нее в комнате восковых свечей Мелмот увидел, как она стала на колени перед распятием. Он мог ощутить ее тревогу, потому как вздымалась ее трепетная грудь. Сложенные руки, казалось, молили Господа помочь ей справиться с этим непокорным сердцем, которое никак не удавалось унять, а потом эти же руки сжимались крепче, и, поднятые ввысь, просили у него прощения за то, что напрасно противились порывам чувства. Он увидел, с каким иступленным, но глубоким благоговением она преподала к распятию, и, увидев, содрогнулся. Самому ему никогда не случалось смотреть на этот символ. Он тотчас же отводил глаза в сторону, но теперь он долго глядел на припавшую к нему фигуру девушки и никак не мог от нее оторваться. Казалось, что в эти минуты дьявольское начало, управлявшее всей его жизнью, потеряло вдруг свою власть над ним, и он просто любуется ее красотой. Она была простерта на полу, пышные одежды ее не спадали подобно покрову на неприкосновенной святыне, светлые волосы рассыпались по обнаженным плечам, руки были сложены в выступленной мольбе, взгляд был так чист, что позволял отождествить творение и творца. «Казалось, что перед вами не человеческое существо, а воплощение духа молитвы, что уста эти не могут ничем себя сквернить». Мелмотт все это видел и, понимая, что ему никогда не достанется эта красота, отвернулся от нее в горечей тоске, и лунный луч, озаривший его горевшие глаза, не увидел в них ни единой слезинки. Если бы он еще немного помедлил, он, может быть, заметил бы перемену в выражении ее лица. Если бы даже она ничего не пробудила у него в сердце, она польстила бы его гордости, он мог бы заметить в ней ту глубокую и гибельную поглощенность души, бесповоротно решившей проникнуть в тайны любви или религии и готовой отдаться сполна то затаенное дыхание на краю пропасти, куда предстоит кинуть все влечения, все страсти и все силы души, то затаенное дыхание, когда чаши весов человеческого и божеского заколебались, и мы колеблемся вместе с ними. Прошло еще несколько минут, и Исидора поднялась с колен. Вид у нее был теперь более спокойный и отрешенный. Была в ней и та решимость, которую искреннее обращение к Вседержителю неизменно предает даже самому слабому из его созданий. Вернувшись на свое прежнее место под окном, Мелмотт какое-то время смотрел на нее со смешанным чувством сострадания и удивления. усилием воли он, однако, сумел подавить в себе и то, и другое и нетерпеливо спросил, а какие ты можешь представить доказательства той любви, которую я тебе описал и которая одна заслуживает этого имени? «Все те», твердо ответил Исидора, «которые может представить самое любящее из смертных мое сердце и руку, мою решимость стать твоей и принять тайну, которая тебя окружает, и горе, которое меня ждет, и если надо будет последовать за тобой в изгнание, в пустыню, на край света». Когда она говорила, глаза ее светились, лицо было озарено сиянием, и вся она, казалось, излучала такую высокую духовность, что становилось похожей на лучезарное видение, воплотившее в себе и целомудрие, и страсть, как будто этим двум вечным соперницам удалось примирить свои притязания, договориться о границах своих владений, и как будто они избрали именно ее, Исидору, тем храмом, в котором должен быть освящен их необычный союз. И действительно, враждующим этим началом никогда никогда еще не было так хорошо вместе. Позабыв все свои прежние распри, они, казалось, решили никогда больше не расставаться, ее нежная фигура обрела какое-то особое величие. Оно говорило о гордой чистоте, об уверенности, которую сильный дух придает слабому телу, о победе, одержанной безоружным, победе над победителем, когда тот начинает стыдиться своей славы и склоняет голову перед знаменами врага в ту минуту, когда осажденная крепость сдается. Она стояла, как женщина, движимая любовью, но не унизившая себя в этой любви, соединившая в себе нежность с великодушием, готовая поступиться ради любимого всем, кроме того, что в его глазах обесценивало бы этот драгоценней шейдар, готовая стать жертвой, но в то же время чувствуя, что достойно стать жрицей. Нелмот смотрел на нее. Порыв великодушия и человечности забился у него в жилах, затрепетал в сердце. Он видел девушку во всей ее красоте незабвенной, преданной, исполненной невинности, безраздельно любящей того, кому самой противоестественностью его бытия было не дано ответить на чувство смертного существа. Он отвернулся от нее и не заплакал. А если на глаза его, может быть, и набежали слезы, то он отер их так, как отирает своей мохнатой лапой дьявол, завидев новую жертву, которую ему надлежит пытать. Раскаившись в своем раскаянии, он спешит смыть позорище его пятно сострадания, дабы снова сделаться палачом. Ну, так что же, Исидора, ты так и не дашь мне доказательств твоей любви? Так я должен понять тебя. Требуя от меня, ответила она, любого доказательства, какое возможно для женщины. Большее будет свыше человеческих сил, меньшее недостойно. Как не страшны были совершенные Мелмотом преступления, сердце его не было развращено чувственностью, и слова эти произвели на него настолько сильное впечатление, что он рванулся с места, посмотрел на девушку и воскликнул, «Да, все это неоспоримо доказывает твою любовь». Теперь дело за мной. Это я должен представить доказательства той любви, которую я описал, любви, которую только ты могла возбудить во мне, любви, на которую при более благоприятных обстоятельствах я мог бы, впрочем, это не важно. Я должен не заниматься сейчас разбором этого чувства, а представить доказательства. Он протянул руку к окну, у которого она стояла. «Так значит, ты согласна соединить свою судьбу с моей? Ты действительно станешь моей, и тебя не смутят ни покров тайны, ни горе? Ты последуешь за мной с суши на море, и с моря на сушу, и лишишься покоя и крова, и согласишься носить на своем челе позорное клеймо, и на своем имени проклятие? Ты действительно будешь моей, моей безраздельной, моей единственной и моли? Да, буду. Я этого хочу. Тогда, ответил Мелмот, получи сейчас же доказательство моей вечной признательности. Знай, что я больше тебя никогда не увижу. Помолвка наша расторгнута. Я покидаю тебя навеки с этими словами он исчез. Глава 22. Эпиграф. Нет мне не мил Парис, мой муж Ромео, Шекспир. Исидора настолько уже привыкла к диким выкрикам и непонятным намекам ее таинственного возлюбленного, что его странные слова и внезапное исчезновение особенно ее не встревожили. И то, и другое было, в общем-то, ничем не страшнее всего того, что ей не раз уже доводилось видеть. Она помнила, что после подобных вспышек ярости он появлялся снова и бывал довольно спокоен. В размышлении этом она находила для себя поддержку, равно, как и в загадочной уверенности, присущей всем, кто по-настоящему любит, что никакая любовь немыслима без страдания. Впрочем, она уже и слышала из уст того, чьи слова были для нее непререкаемой истиной, что судьба обрекла ее на страдания и, как видно, успела примириться с этим своим печальным предназначением. Поэтому исчезновение Мелмота меньше удивило ее, нежели услышанное несколько часов спустя приглашение явиться к матери, которое было выражено примерно в таких словах «Синьорита, ваша матушка просит вас прийти в комнату со шпалерами». Она получила кое-какие известия и находит, что должна познакомить вас с ними. Исидора была уже в какой-то степени подготовлена к этому необычайному известию, той необычайной суматохой, которая вдруг поднялась в их благонамеренном и спокойном семействе. Она слышала шаги и голоса, но не ведала, что это означало, и не задумывалась над этим. Она считала, что мать собирается поговорить с ней по поводу каких-нибудь запутанных нравственных истин, которые отец Иосиф недостаточно ей разъяснил, после чего она, правда, преспокойно могла перейти к разговору о легкомысленной прическе, которую себе сделала одна из ее служанок, и о подозрительных звуках гитары, слышанных ею под окном у другой, а там перескочить на то, как откармливать каплунов, и почему на ужин отцу Иосифу не приготовили так, как надо яйца, и вовсе не подали мускат. Вслед за всем этим она могла сокрушаться по поводу того, что часы в доме отстают от часов соседней церкви, куда она ходит молиться, и она вовремя не слышит их боя, и, наконец, раздражаться по поводу всего на свете, начиная от выкармливания домашней птицы и приготовления тушеного мяса с овощами и кончая все возрастающими распрями между малинистами и янсенистами, которые докатились уже и до Испании, и спора не на жизнь, а насмерть между доминиканцами и францисканцами касательно того, какую одежду положено надевать на умирающего грешника, чтобы более надежным образом обеспечить ему спасение души. Так вот, бегая между кухней и молельней, вознося молитвы святым, а вслед затем ругая служанок, переходя от благочестия к гневу, Донья Клара постоянно находила для себя и для слуг увлекательные занятия и всякий раз умела привести всех домочадцев в приятное возбуждение, в котором пребывала сама. Исидора была убеждена, что и на этот раз ее ожидает нечто подобное, но к изумлению своему увидала, что Донья Клара сидит за письменным столом и держит перед собой длинное красивым почерком написанное письмо. Вслед затем девушка услыхала обращенные к ней слова «Дочь моя, я послала за тобой, чтобы ты узнала то, что здесь написано. Строки эти доставят удовольствие и тебе, и мне, вот почему я хочу, чтобы ты села и послушала, а я тебе их прочту». С этими словами Донья Клара уселась в огромное кресло с высокой спинкой, частью которого она казалась сама. Такой одеревеневшей была вся ее фигура, такими недвижными черты лица, таким тусклым взгляд. Исидора отвесила низкий поклон и села на одну из подушек, которых в комнате было великое множество, а Дуэнья, надев очки и водрузившись на другую подушку, по правую руку Донья и Клары, с трудом, то и дело запинаясь, стала читать письмо, только что полученное Доней и Кларой от ее мужа, который высадился отнюдь не в осуне, а в одном из действительно существующих портовых городов Испании и теперь был уже на пути домой. Донья Клара, прошло уже около года с тех пор, как я получил от вас письмо с сообщением о том, что нашлась наша дочь, которая маленьким ребенком пропала вместе со своей нянькой у берегов Индии и которую мы считали погибшей. Разумеется, я ответил бы на ваше письмо раньше, если бы дела мои не помешали мне это сделать. Я хочу, чтобы вы поняли, что меня радует не столько возвращение дочери, сколько то, что небеса вернули себе заблудшую душу, вырвав ее, так сказать, из пасти дракона, из глубин бездны. Отец Иосиф лучше разъяснит вашему разумению, что это означает. Я убежден, что с помощью этого верного служителя Господа и Пресвятой Церкви она сделалась теперь настоящей католичкой по всем пунктам необходимым, абсолютным, сомнительным или непонятным, формальным, основным, главным, незначительным или обязательным, как подобает быть дочери старого христианина, каковым я, при том, что я недостоин этой чести, считаю себя и этим горжусь. Кроме того, я рассчитываю, что она окажется такой, какой полагается быть испанской девушке, иначе говоря, украшенной всеми добродетелями, какие ей полагается иметь, и прежде всего, скромностью и сдержанностью. Эти качества всегда были у вас, в чем я имел возможность убедиться, и я надеюсь, что вы постарались передать их ей, ведь, как вы знаете, в подобных случаях тот, кто получает, обогащается, а тот, кто отдает, не становится беднее. Наконец, коль скоро всякая девушка должна быть вознаграждена за своей целомудрие и сдержанность, будучи соединена узами брака с достойным супругом, отец обязан позаботиться о том, чтобы найти для нее такового, и последить, чтобы она не пропустила времени и не засиделась в невестах, что для нее было бы и невесело, и неприятно, ибо люди стали бы думать, что ею пренебрегают мужчины. Поэтому, движимой отеческой заботой, я привезу с собой человека, который должен стать ее мужем, Дона Григорио Монтилью. О качествах его мне сейчас некогда распространяться, но я полагаю, что она примет его так, как полагается почтительной дочери, а вы как послушной жене Франсиско де Альяго. Ну вот, дочь моя, ты выслушала письмо своего отца, сказала Донья Клара, словно собираясь начать долгую речь, и, разумеется, молчишь теперь и ждешь, что я перечислю тебе все обязанности, относящиеся к тому состоянию, в которое ты вскоре вступишь. По мне, так их три — послушание, молчание и бережливость, а самое главное из них, которое включает в себя тринадцать пунктов, это Господи Иисусе, воскликнул в волнении дуэнья, что это с синьоритой? Она так побледнела. Самое главное, продолжала Донья Клара, откашлившись, приподняв одной рукой очки, а тремя пальцами другой, указывая на огромный том с застежками, что лежал перед нею на пюпитре, то было житие святого Ксаверия. Что касается упомянутых тринадцати пунктов, то запомни, что полезнее всего для тебя первые одиннадцать, два последних тебе изложат твой будущий муж. Итак, во-первых, тут раздался какой-то приглушенный звук, на который почтенная сеньора не обратила однако внимания, пока дуенье вдруг не закричала «Пресвятая дева!» Сеньорите стало худо. Дуанье Клара опустила очки, посмотрела на дочь, которая упала с подушки и лежала теперь без признаков жизни на полу и, немного помолчав, сказала, «Ей в самом деле худо». Подымите ее, позовите на помощь и облейте ее холодной водой или вынести на свежий воздух. Боюсь, что у меня выпала закладка из книги «Пробормотала Доня Клара, оставшись одна», и все из-за этих глупых толков насчет любви и замужества. Благодарение Богу никогда в жизни я не любила, а что до замужества, то тут уж все складывалось как угодно Господу и родителям нашим. Несчастную Сидору подняли с полу, вынесли на свежий воздух, который, должно быть, подействовал на нее все еще зависимую от стихии натуру, так же, как вода действовала на человека рыбу, о котором столько в то время в Барселоне ходила легенд, да ходит и по сей час. Она пришла в себя, послав свои извинения Донье и Кларе, она попросила служанку уйти, сказав, что хочет остаться одна. Одна. Вот слово, которое у влюбленных всегда имеет вполне определенное значение. Они остаются в обществе того, чей образ неотступно стоит у них перед глазами и чей голос душа их слышит даже в те часы, когда он далеко. Пережитое ею потрясение было пробным камнем для женского сердца и Сидора, в которой сила страсти сочеталась с полным отсутствием рассудительности и жизненного опыта, которая была натурой решительной и умела владеть собой, но вместе с тем под влиянием обстоятельств сделалась и застенчивой, и робкой, и легко могла теперь лишиться присутствия духа, стала жертвой борьбы чувств, которая вначале даже угрожала ее рассудку. Прежняя независимость и беспечность подчас вновь оживали в ее сердце и побуждали ее на дикие и отчаянные решения, именно такие, какие приходят большинству робких женщин в минуту крайней опасности и которые они бывают способны исполнить. К тому же новые для нее и навязанные ей привычки строгость, с которой ей прививали эту фальшь и торжественная сила религии, которую она совсем недавно узнала, но успела, однако, глубоко почувствовать, все это побуждало ее отвергнуть всякую мысль о несогласии и сопротивлении, как великий грех. Прежние чувства ее не хотели мириться с новыми обязанностями, которые на нее возложили, и в сердце у нее шла страшная борьба. Ей приходилось удерживаться на узенькой полоске земли, которую с обеих сторон захлестывали волной, и которая становилась все уже и уже. Это был ужасный для нее день. У нее нашлось достаточно времени, чтобы подумать, однако в глубине души она была убеждена, что никакие размышления помочь ей не могут, что решить за нее должны сами обстоятельства и что в ее положении никакая внутренняя сила не может противостоять силе физической. Нет должно быть более тягостного занятия для души, чем обходить усталым и раздраженным шагом один и тот же круг мыслей и всякий раз склоняться к одним и тем же выводам, а потом возвращаться снова к знакомым местам, ускоряя шаг, но совсем уже выбившись из сил уверенно отправлять в это путешествие все наши самые заветные дарования, радостно провожать уходящие в море суда, чтобы вскоре стать свидетелем того, как они терпят крушение, как покалеченные бурей они беспомощно носятся по волнам, и как потом тонут весь этот день она думала только о том, как найти выход из того положения, в какое она попала, а в глубине сердца чувствовала, что выхода нет такое вот состояние, когда ощущаешь, что все силы, поднятые со дна души, не могут одолеть окружающую посредственность и тупость, на помощь которым приходят еще и обстоятельства, такое состояние способно погрузить в уныние и ожесточить. Так чувствует себя узник из рыцарского романа, которого связали заколдованными нитями крепкими, как адамант. тему, кто по складу своей души более склонен наблюдать различные человеческие чувства, нежели переживать их вместе с другими, было бы небезинтересно проследить, как тревоги и всем мукам Исидоры противостояла холодная и спокойная благодушие ее матери, которая весь этот день с помощью отца Иосифа старательно составляла то, что Ювенал называет «многословное и длинное послание» в ответ на послание своего супруга и поразмыслить над тем, как два человеческих существа, казалось бы, одинаково устроенные и назначения которых, по всей видимости, любить друг друга могли почерпнуть из одного и того же источника воду сладостную и горькую. Сославшись на то, что она все еще плохо себя чувствует, Исидоры спросила у матери позволения не являться к ней в этот вечер. Наступила ночь, скрыв от глаз всю ту искусственность в вещах и в поступках людей, которые окружали девушку днем, ночная тьма в какой-то степени возвратила ее к ощущению прежней жизни, и в ней пробудилась была и независимость в течение дня, ни разу не напоминавшая о себе. Мелмот не появлялся, и от этого тревога ее сделалась еще острее. Ей начинало уже казаться, что он покинул ее навсегда, и сердце ее замирало при этой мысли. Читателю романов может показаться невероятным, что девушка, обладавшая такой твердостью духа и так беззаветно любившая, как Исидора, могла испытывать тревогу или страх, попав в положение, вообще-то говоря, самое обычное для героини романа. Ей ведь надо всего-навсего воспротивиться докучливой назойливости и самовластью семьи и заявить о своем бесповоротном решении разделить участь своего таинственного возлюбленного, которого родные ее ни за что не захотят признать. Все это вполне правдоподобно и любопытно. Во все времена писались и читались романы, интерес которых проистекал от благородного и невероятного противодействия героини всем как человеческим, так и сверхчеловеческим силам. Но должно быть никто из тех, кто писал их или читал, не принимал никогда в расчет того множества мелких и чисто внешних обстоятельств, которые влияют на взаимоотношения человека с некой стихийной силой, если и не большей, то во всяком случае значительно более действенной, чем высокие порывы души, которые так возвеличивают всегда героя и которые так редки в нашей повседневной жизни, где все остается заурядным и пошлым. Исидора готова была умереть ради любимого существа. На костре или на эшафоте она бы призналась в своем чувстве и, погибнув мученической смертью, восторжествовала бы над своими врагами. Душа может собрать воедино все силы, чтобы совершить некий подвиг, но она приходит в изнеможение от постоянно возобновляющихся и неустранимых домашних ссор, от побед, одерживая которые она в конечном счете оказывается в проигрыше и от поражений, терпя которые она бывает достойна награды за стойкость и вместе с тем всякий раз ощущает, что победа это для нее потеря. Нечеловеческое усилие иудейского силача, погубившее и его врагов, и его самого, было детской игрой в сравнении с его каждодневным тупым и нудным трудом. Исидоре предстояло вести непрестанную тягостную борьбу закованной в кандалы силой с назойливой слабостью, борьбу, которая, по правде говоря, лишила бы добрую половину героини романа и присутствия духа и желания бороться с трудностями, что встретились на пути. Дом ее был для нее тюрьмой, у нее не было возможности, а если бы эта возможность и представилась, она все равно никогда не воспользовалась бы ею добиться разрешения выйти хотя бы на минуту за двери этого дома или выйти без разрешения, но так, чтобы ее никто не заметил. Таким образом, не могло быть и речи ни о каком побеге. Ведь если бы даже все двери дома были распахнуты перед ней настиж, она бы все равно чувствовала себя как птица, в первый раз вылетевшая из клетки и увидавшая, что вокруг нет ни единой веточки, на которую она дерзнула бы сесть. Вот что ей предстояло, даже если бы побег ее удался. Дома же было и еще того хуже. Суровый, холодный и категорический тон, которым было написано письмо отца, почти не оставлял ей надежды, что в нем она найдет друга. Против нее было все. Слабая и вместе с тем деспотическая натура ее матери, воплощение посредственности, заносчивость и эгоизм Фернана, сильное влияние на семью, склонного к беспрерывным софизмам отца Иосифа, добродушие которого никак не вязалось с его властолюбием. Ежедневные семейные сцены, этот уксус, который способен разъесть любую скалу, изо дня в день повторяющиеся изнурительные нравоучения, брань, упреки, угрозы, которые ей приходилось выслушивать, долгие часы, что, убежав от всех, она проводила у себя в комнате одна, горько плача. Этой борьбы, которую существу одинокому, твердо идущему к своей цели, но, в общем-то, слабому, приходится вести против тех, что его окружают и что поклялись навязать ему свою волю и добиться своего любой ценой, этого постоянного столкновения со злом, таким ничтожным в каждом отдельном своем проявлении, но таким огромным во всей совокупности для тех, кому приходится терпеть его не только каждый день, но и каждый час. Всего этого Исидоре было просто не выдержать. Доведенная до беспредельного в отчаянии она плакала, чувствуя, что мужество ее уже не то, что было прежде, и она не знает, какие уступки ее заставят сделать, воспользовавшись тем, что она так ослабела. «О, был бы он здесь!» в отчаянии вскричала она, заламывая руки. «О, был бы он здесь, чтобы направить меня, чтобы научить!» «Пусть он не будет моим возлюбленным!» «Пусть он только даст мне совет!» Говорят, что некая сила всегда бывает на стороже и стремится облегчить человеку осуществление тех его желаний, которые ведут к погибели. Верно, так оно было и сейчас, ибо не успела она произнести эти слова, как тень Мелмота темным пятном обозначилась на дальней аллее сада. Прошло несколько мгновений, и он уже стоял у нее под окном. Завидев его, она вскрикнула от радости и от страха, а он приложил палец к губам, призывая ее к молчанию, и прошептал «Я знаю все». Исидора молчала. Она ведь хотела только сообщить ему о недавнем своем горе, а оно, оказывается, уже было ему известно. Поэтому она в немой тревоге стала ждать, что услышит от него какие-то слова утешения. «Я все знаю», продолжал Мелмот. «Отец твой высадился в Испании. Он везет с собой того, кто должен стать твоим мужем. Это твердое решение, принятое всей твоей семьей, которая при всей слабости своей очень упряма и противится ему бессмысленно. Через две недели ты станешь невестой Мантильи. «Я раньше стану невестой смерти», сказала Исидора с величайшим спокойствием, в котором было что-то жуткое. Услыхав эти слова, Мелмот подошел еще ближе к окну и еще пристальнее на нее посмотрел. Любая твердая и отчаянная решимость, любое чувство, доведенного до крайности человека, любой его поступок звучали в унисон с могучими, хоть и расстроенными струнами его души. Он потребовал, чтобы она повторила эти слова, и она произнесла их еще раз. Губы ее дрожали, но голос был также тверд. Он подошел еще ближе и теперь не сводил с нее глаз. По ее, словно выточенному из мрамора лицу, по недвижным чертам его, по глазам, в которых горел ровный мертвенный свет отчаяния, словно в светильнике, оставленном в склепе, по губам, которые были приоткрыты и будто окаменели. Можно было подумать, что она не сознает сама того, что говорит, или же, что слова эти вырываются из ее уст в невольном и безотчетном порыве. Так она стояла, точно статуя у своего окна. При лудном свете складки ее одежды казались изваянными из камня, а возбуждение, охватившее ее душу и бесповоротная решимость придавали такую же неподвижность чертам ее лица. Мелмот смутился. Чувствовать страх он не мог. Он отошел немного назад, а потом, вернувшись, спросил, так ты это решила, Исидора? И ты действительно решила умереть? Тем же твердым голосом ответила девушка. Лицо ее сохраняло прежнее спокойное выражение, и, глядя на нее, можно было поверить, что она на самом деле способна совершить то, что задумала. И при виде этого нежного существа, в котором соединились вечные соперники, сила и слабость, красота и смерть, каждая жилка в Мелмоте затрепетала с неведомой до той поры силой. «Так значит, ты можешь, сказал он, отворачиваясь от нее нежно, но в то же время, как будто стыдя с этой нежности, так значит, ты можешь умереть? Ради того, ради кого ты не хочешь жить? Я сказала, что скорее умру, нежели стану женой Монтилии, ответила Исидора. Я ничего не знаю о смерти, правда, и о жизни я знаю не больше, но лучше пусть я погибну, чем нарушу свою клятву, сделавшись женой человека, полюбить которого я не смогу». «Но почему же ты не сможешь его полюбить, просил Мелмот, играя сердцем, которое билось у него в руке, как жестокосердый мальчик играет пойманной птичкой, привязав ее за ногу ниткой. «Потому что любить я могу только одного? Ты был первым человеческим существом, которое я встретила. Ты научил меня и говорить, и чувствовать. Твой образ неизменно стоит передо мной. Все равно здесь ты или нет. Вижу я тебя во сне или наяву. Мне случалось видеть людей более красивых, слышать голоса более нежные. Я могла встретить и более чуткое сердце. Но ты — это первый неизгладимый образ, который запечатлелся в моей душе. черты его останутся во мне до тех пор, пока сама я не превращусь в горстку пепла. Я полюбила тебя вовсе не за привлекательную наружность, не за ласковое обращение, не за приятные речи, словом, не за все то, за что, как говорят, любят женщины. Я полюбила тебя потому, что ты был для меня первым и единственным связующим звеном между миром людей и моим сердцем, существом, которое познакомило меня с удивительным инструментом, заключенным где-то внутри меня самой, который оставался нетронутым и неведомым мне. Струны его до тех пор, пока они еще будут звучать, послушны одному тому, кто впервые исторк из них звуки и никому другому, потому что образ твой связан в моем воображении со всем величием природы, потому что твой голос, когда я впервые его услыхала, доносился до меня вместе с рокотом океана и музыкой звезд, и ныне еще его звучание воскрешает во мне неизъяснимую благословенную прелесть картин природы, среди которой я впервые его услыхала, и ныне я внимаю ему как изгнанник, который слышит музыку родных краев на далекой чужбине, потому что в образе этом для меня соединилось все, природа и чувства, воспоминания и надежда, и среди того света, которым была озарена моя прошлая жизнь и того мрака, в который погрузилось нынешнее, есть только одно существо, чья подлинность и чья сила остаются, проходя сквозь свет и сквозь тень. Я похожа на путника, который проехал много стран и ищет в них только одного солнца, которое все равно изливает свой свет, сияет ли оно ярко или затянуто тучами. Я полюбила один раз и навсегда. И, задрожав при этих словах, она добавила с целомудрием и девической гордостью, которые всегда дополняют друг друга и чей союз означает для сердца и плен и свободу от плена, чувствами, которые я доверила тебе, можно злоупотребить, но охладить их никто не может. И это твои настоящие чувства, спросил Мелмот после долгого молчания, во время которого он то и дело срывался с места и принимался ходить взад и вперед, как человек, которого одолевают неотвязные и тягостные мысли. «Настоящие», воскликнула Исидора, и щеки ее зарделись вспыхнувшим вдруг румянцем. «Настоящие». «Да разве я способна сказать что-то ненастоящее? Разве я могу так скоро позабыть мою прежнюю жизнь?» Мелмот поднял голову и еще раз на нее посмотрел. «Если ты так решила, если чувства твои действительно таковы?» «Да», «Да», воскликнула Исидора, отдернув протянутые к нему руки, она закрыла ими свои воспаленные глаза. Он увидел, как меж тонкими пальцами проступили слезы. «Тогда подумай о том, что тебя ожидает», сказал Мелмот, медленно и произнося каждое слово с трудом, как будто даже с известным сочувствием к своей жертве, союз с человеком, которого ты не можешь полюбить, или же непрестанная вражда, тягостная, изнурительная, можно сказать, даже гибельная для тебя преследование твоей семьи. Подумай о днях, что «О, не заставляй меня о них думать», вскричала Исидора в отчаянии, заламывая руки. «Скажи мне, скажи мне, что можно сделать, чтобы вырваться из этого плена?» «По правде говоря», ответил Мелмот, нахмурив брови, так что на лбу его залегли глубокие складки, и невозможно было определить, какое выражение преобладало в эту минуту на его сосредоточенном лице. Была то ирония, или глубокое, искреннее чувство «Не вижу для тебя другого выхода, как стать моей женой». «Стать твоей женой!» воскликнула Исидора, отходя от окна. «Стать твоей женой!» и она закрыла руками лицо, и в эту минуту, когда до ее заветной надежды, до той ниточки, на которой держалась вся ее жизнь, можно было уже дотронуться рукой, ей стало вдруг страшно к ней прикоснуться. «Выйти за тебя замуж?» «Да разве это возможно?» «Все возможно для тех, кто любит», ответил Мелмотт со своей сардонической усмешкой, которую теперь скрывала ночная мгла. «И ты обвенчаешься со мной?» «Так, как того требует вера, которую я исповедую?» «Ну да». «Это или какая другая?» «О, не говори такие странные вещи». «Не говори мне «ну да» таким страшным голосом. Скажи, ты женишься на мне так, как подобает жениться на христианской девушке? Ты будешь меня любить, так, как положено любить жену христиан? Прежняя моя жизнь была как сон, но теперь я проснулась. Если я соединю свою судьбу с твоей, если я оставлю семью, родину, если...» «Если ты все это сделаешь, то что же ты потеряешь? Твоя семья терзает тебя и лишает тебя свободы, соотечественники твои будут кричать от радости, когда увидят тебя на костре, потому что у них есть подозрение, что ты еретичка Исидора. А что касается остального, «Господи!» вскричала несчастная жертва, заломив руки и устремляя взгляд ввысь, «Господи, помоги мне! Не дай мне погибнуть!» «Если я вынужден находиться здесь только для того, чтобы быть свидетелем твоего благочестия», сказал Мелмотт мрачно и сурово, «долго мне здесь быть не придется». «Нет, ты не можешь оставить меня одну в эту тяжелую минуту бороться со страхом. Как же я смогу бежать отсюда, если даже тем же самым способом, каким я проникаю сквозь эти стены и ухожу отсюда, и меня никто не видит? Так сможешь бежать отсюда и ты, если в тебе есть решимость, тебе это не будет стоить больших усилий, если есть любовь, то вообще никаких. Говори, приходить мне сюда завтра ночью в этот же час, чтобы помочь тебе обрести свободу, и...» Он хотел добавить спасение, но голос его дрогнул. Завтра ночью, после долгого молчания, и едва внятно прошептала Исидора, а она закрыла окно, и Мелмот тихо удалился. Книга четвертая, глава двадцать третья, эпиграф, «Коль не ответит лиходей, украдкой я кивну, и что-то втайне от людей тебе одной шепну». Венчаются Шекспир. Донья Клара, для которой писание писем было делом непривычным, трудным, важным, весь следующий день провела, перечитывая и исправляя свой ответ на послание супруга. При этом она нашла нужным столько всего исправить, вставить, заменить, переделать, вычеркнуть и переиначить, что в конце концов эпистола ее сделалась очень похожей на работу, которой она все это время занималась, подновление вышитое еще когда-то ее бабушкой шпалеры, которая должна была изображать встречу царя Соломона с царицей Савской. Все, что она делала, не только не восстанавливала эту шпалеру в прежнем виде, а, напротив, неимоверно ее портила. Однако донья Клара продолжала сей напрасный труд, подобно соотечественнику своему в кукольном спектакле Маэса Педро, продолжая расточать иглой настоящий дождь прямых и ответных ударов, боковых и встречных выпадов, пока шпалера не дошла до такого состояния, что на ней стало уже невозможно узнать ни одной фигуры. Повлекшее лицо Соломона было теперь украшено несуразной бородой из ярко-красного шелка. Отец Иосиф говорил, что ее следовало бы выдрать, потому что в таком виде царь этот мало чем отличался от Иуды, которая придавала ему сходство с раковиной моллюска. Туфелька царицы Савской превратилась в огромное копыто, а сухонькой и бледной обладательнице его можно было по праву сказать «мала ее доля». Собака, стоящая у ног восточного монарха, одетого на испанский манер и обутого в сапоги со шпорами, с помощью нескольких стежков черного и желтого шелка была превращена в тигра, и пасть со скаленными клыками убедительно завершала эту метаморфозу. Попугай же, сидевший на плече у царицы, обретя зеленый с золотом шлейф, который невежды принимали за царскую мантию, преобразился в довольно пристойного павлина. В переделанном виде послание Доньи Клары также мало походило на то, чем оно было вначале, как старательно подновленная ею шпалера не походила на первоначальное кропотливое творение ее бабушки. Однако и там, и тут Донья Клара, которая ни за что не хотела отступать перед трудностями, возвращалась по многу раз к одному и тому же месту, и безжалостная уститчивость сочеталась в ней с редкостным терпением и неукротимым упорством. Впрочем, и в своем окончательном виде письмо это все же достаточно ярко выражало личность его автора. Кое-какие отрывки из этого послания могут, пожалуй, ее развлечь нашего читателя, но вместе с тем он, как мы полагаем, будет благодарен нам за то, что мы не заставляем его читать упомянутое письмо от начала и до конца. Вот как выглядят выбранные места из этого письма. «Ваша дочь привязалась к своей религии как к материнскому молоку, да иначе оно и быть не могло, ибо наше родовое дерево было посажено на истинно католическую почву, и каждая его веточка именно на ней должна либо расцвесть, либо погибнуть. Для новообращенной отец Иосиф хочет, чтобы я так ее называла, дочь ваша побег, подающей надежды, и можно только пожелать, чтобы побег этот расцвел в лоне Пресвятой Церкви. Для язычницы же она так послушна, смиренна, и в ней столько девической мягкости, что примерным поведением своим, скромностью и добродетелью она вполне удовлетворяет меня, и матери католических семейств не вызывают у меня ни малейшей зависти. Напротив, иногда я просто жалею их, видя даже в девушках, получивших самое лучшее воспитание, проявление легкомыслия, неимоверного, бросающегося в глаза тщеславия и опрометчивого стремления как можно скорее выйти замуж. У дочери нашей ничего этого нет, ни в поведении ее, ни в мыслях. Говорит она мало, а раз так, то значит она не может и много думать, она не предается никаким легкомысленным мечтам о любви и поэтому вполне может составить ту партию, которую вы для нее избрали. Дорожайший супруг мой, я хочу, чтобы ты обратил внимание на одно обстоятельство и, узнав его, хранил втайне как зеницу ока. Дочь наша повредила с умом, не вздумай только сказать об этом Дону Монтилье, будь он даже прямым потомком самого Компиадора или Гонсала из Кордовой. Умственное расстройство ее ни в какой степени не помешает ее замужеству и ничего в нем не изменит, ибо да будет тебе известно, оно проявляет себя лишь по временам, и при том в такие часы, когда самый ревнивый мужчина и тот ничего не заметит, если ему кто-нибудь не скажет об этом заранее. Ей взбредают на ум странные причуды. Она, например, начинает утверждать, что еретики и язычники не будут прокляты навеки, да хранит нас от этого Господь, что совершенно очевидно проистекает от ее безумия, однако супруг ее, доведись ему все проведать, как истинный католик сумеет справиться с ее недугом с помощью церкви и своей супружеской власти, чтобы ты лучше мог узнать всю правду о том, о чем я сейчас с тяжелым сердцем тебе сообщаю, и все святые, и отец Иосиф, который не даст мне солгать, ибо он в некотором роде направляет мое перо, тому порукой, что дня за четыре до того, как нам уехать из Мадрида, когда мы с ней отправились в церковь, и, поднимаясь по лестнице, я собиралась подать милостыню нищей, что стояла закутанная в плащ и держала в руках обнаженного младенца, дабы возбудить этим в людях сострадание, дочь моя схватила меня за рукав и прошептала «Матушка, не может быть, что это ее ребенок, посмотрите, сама она прикрыта, а он обнажен». Будь она действительно его матерью, она прежде всего прикрыла бы его, а не куталась бы сама. Оказалось, что так оно и было. Впоследствии я узнала, что эта несчастная взяла ребенка у другой, еще более жалкой женщины, и милостыня, которую я подала, пошла в уплату за день найма. Однако все это ни в коей мере не опровергает того, что дочь наша не в своем уме, ибо свидетельствует о том, что она не знает обычаев и нравов нищих в нашей стране, а равно в известной степени и о том, что она сомневается в пользе, приносимой подаянием, отрицать которую, как тебе известно, могут одни лишь еретики или безумцы. Есть еще и другие весьма прискорбные доказательства ее умственного расстройства, которые замечаются каждый день, однако, не желая изливать на твою голову столько чернил, отец Иосиф хочет, чтобы я называл их словом «атраментум». Добавлю к этому всего несколько подробностей, чтобы вывести тебя из дремоты, в которую легко могло наподобие зелья повергнуть тебя мое навевающее сон послание. «Ваше преподобие», сказала донья Клара, поглядев на отца Иосифа, который диктовал ей эту строку. «Дон Франциско догадается, что последнюю строку писала не я. Он слышал эти слова в одной из ваших проповедей. Позвольте мне рассказать еще про случай на балу. Он неопровержимо показывает, что дочь моя повредила с умом». Добавляйте или сокращайте, соединяйте или разъединяйте, ради Бога, делайте все, что вам заблагорассудится, выпалил отец Иосиф, которого выводили из себя постоянные вычеркивания и вставки, вносившие путаницу в написанные под его диктовку строки. «Хоть в том, что касается стиля, я и могу кое-чем похвастать, надо сказать, что во всей Испании нет ни одной курицы, которая скребла бы с таким усердием навозную кучу, как вы скребете бумагу. Только ради Бога продолжайте. А если Господу будет угодно послать к вашему супругу гонца, может быть, он что-нибудь и сообщит о себе со следующей почтой, а то ведь нечего и думать, что вы когда-нибудь закончите это письмо. Выслушав все эти воодушевляющие и лестные для нее речи, Донья Клара принялась перечислять еще кое-какие заблуждения и странные поступки своей дочери, которые женщине этой, чей ум с самой минуты его пробуждения был стянут, сдавлен и покалечен тугими пеленками предрассудков, могли показаться проявлениями безумия. Приводя различные доказательства своей правоты, она припомнила, что Исидору в первый раз привели в христианский католический храм в старостной четверг, когда все огни в храме погашены, в глубоком мраке поется мизер 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 кающиеся истязают себя и вместо молитв со всех сторон слышны только стоны, так что можно подумать, что это язычники приносят жертву молоху, и нет только зажженных огней, и что пораженная ужасными воплями и окружившим ее мраком, Исидора спросила, что же здесь такое творится? Здесь молятся Богу был ответ. По окончании великого поста ее привезли на роскошный бал, где веселые фанданго сменялись нежными звуками сегидильи, и где удары кастаньеты бренчания гитар поочередно направляли легкие движения упоенно танцующих юношей девушек и серебристые голоса красавиц, воспевавших любовь, восхищенная всем, что она видела и слышала в этот вечер, лицо ее то и дело испещряло с прелестными ямочками улыбок, и все светилось, как обласканный лунными лучами ручеек. Она порывисто спросила, а эти люди разве не молятся Богу? «Что ты, дочь моя?» возмутилась Донья Клара, случайно услышавшая эти слова. «Это суетная и греховная игра, придуманная дьяволом для того, чтобы обманывать детей греха, ненавистная небу и всем святым и презираемая людьми благочестивыми. Значит, есть два Бога», сказала Исидора, вздохнув. «Бог улыбок и счастья, и Бог стонов и крови. Как бы я хотела служить первому из них?» «Я сделаю все, чтобы ты служила второму язычнице и нечестивице», ответила Донья Клара, после чего поспешно увезла ее домой, боясь, как бы слова ее не вызвали скандала. Все эти случаи, равно как и много им подобных, были, хоть и с большим трудом, но все же включены в длинное послание Доньи Клары, которое сложил и запечатал сам отец Иосиф, поклявший со своим саном, что ему легче было бы изучить два десятка страниц Библии на разных языках, чем перечесть его еще раз, и которое было потом отправлено Дону Франсиско. Все повадки и все движения Дона Франсиско были отмечены такой медлительностью, а его нелюбовь писать письма, за исключением деловых, иными словами, относящихся к торговле, которую он вел, была так хорошо известно, что Донья Клара не на шутку встревожилась, когда вечером того дня, когда она наконец отправила свое письмо, она получила еще одно от своего супруга. О том, что содержание второго письма оказалось достаточно необычным, можно судить уже потому, что Донья Клара и отец Иосиф просидели над ним почти всю ночь, совещаясь друг с другом и обуреваемые тревогой и страхом. Разговор их был настолько напряженным, что, как потом рассказывали, они не прервали его даже на те часы, когда хозяйке дома надлежало читать вечерние молитвы, и что монах даже не вспомнил о своем ужине. Все их искусственно созданные привычки, все вошедшие в обычай поблажки друг другу, вся лицемерная жизнь того и другой, окунулись в самый настоящий неизбывный страх, который охватил их души и утвердил свою власть над обоями, тем требовательнее и жесточе, чем дольше и упорнее они ему противились. Страх этот до такой степени их подавил, что тщетными оказались все попытки их избавиться от него, беспомощными советами, которые они давали друг другу, и бессмысленными слова утешения, которыми они хотели друг друга подбодрить. Они читали и перечитывали это необычное письмо, и после каждого раза все больше мрачнели их мысли, все более путанными становились слова и все более унылыми взгляды. Они то и дело устремляли их на листы бумаги, лежавшие на письменном столике черного дерева, а затем, вздрагивая, спрашивали друг у друга взглядами же, а порою словами, не кажется ли вам, что кто-то ходит по дому? В письме этом, среди других сообщений, неинтересных для нашего читателя, было и нечто весьма необычное, а именно по пути из города, где я высадился на берег, в тот, откуда я сейчас вам пишу, мне привелось встретиться с неизвестными мне людьми, от которых я услыхал вещи, имевшие прямое ко мне отношение. Они не упоминали об этом, однако страх мой мне все разъяснил. Именно в том, что может особенно больно задеть и уязвить сердце христианина, у которого есть дочь. Об этом я расскажу вам, когда у нас будет больше времени. Все это очень страшные вещи, и мне, может быть, понадобится помощь какого-нибудь духовного лица, для того, чтобы правильно их понять и постичь всю их глубину. Однако я могу доверительно сообщить тебе, что после того, как я расстался с людьми, с которыми у меня был этот весьма странный разговор, содержание которого я никак не могу передать в письме, я вернулся к себе в комнату полной грустных и тягостных мыслей, и, усевшись в кресло, погрузился в раздумья над томом, содержащим легенды о душах умерших, которые, однако, ни в коей мере не противоречили учению святой католической церкви, иначе бы я одним пинком затолкал эту книгу, вгоревший передо мной в камине огонь, и оплевал потом пепел. И вот под впечатлением то ли встречи с людьми, которых мне привелось в этот день увидеть, никто, кроме тебя, никогда не должен знать, о чем у нас был с ними разговор, то ли книги, которые я читал, содержавшие кое-какие отрывки из Плиния, Артемидора и других, и переполненные историями, которые мне не следует сейчас повторять, но в которых, вообще-то говоря, шла речь об оживлении умерших, и все рассказывалось в должном соответствии с нашим католическим представлением о христианских душах, пребывающих в чистилище и обо всем, что сопутствует им там, о цепях, о вечном огне, о том, как, говоря словами Плиния, появлялся призрак, то был старик, костлявый и обогренный кровью, то ли наконец от усталости после моего одинокого путешествия или еще по какой-то неизвестной мне причине, но только чувствуя, что голова у меня в этот вечер не такая, чтобы я мог предаваться общению с книгами или собственным мыслям, и что хоть меня и клонит ко сну, ложиться спать мне совсем не хочется, состояние, которое мне не раз случалось испытывать, равно, как и другим людям, я вынул письма из ящика стола, куда я обыкновенно кладу их, и перечел то место, где вы описываете нашу дочь, какой она была тогда, когда ее нашли на этом проклятом языческом острове, и уверяю тебя, описание это так глубоко врезалось в сердце того, кому еще ни разу не случалось прижать к груди родное дитя, что право же, ни один испанский художник не мог бы изобразить ее лучше, нежели ты, и вот, стараясь представить себе эти синие глаза, упрямые локоны, которые не хотят слушаться своей новой госпожи прически, и очертания ее тонкого стана, и думая, что нежное существо это скоро окажется в моих объятиях и будет просить у своего христианского отца христианского же благословения, сидя в своем кресле, я задремал. и сны мои переплелись с тем, о чем я только что думал наяву, мне привиделось, что прелестное это существо, такое любящее, такое чистое, сидит возле меня и просит моего благословения, наклонясь, чтобы благословить ее, я сполз со своего кресла и проснулся. Я говорю проснулся, потому что все, что затем последовало, я видел настолько же ясно, как стол и стул в этой комнате и вообще любой предмет, которого я мог коснуться рукою. Напротив меня сидела неизвестная мне женщина, одета она была как испанка, только ноги ее были укрыты не спадавшим до полу покрывалом. Сидела она недвижно, казалось, ожидая, что я первый заговорю с ней. «Чего тебе надобно здесь?» спросил я. «И зачем ты здесь?» Незнакомка не подняла вуали, губы и руки ее были по-прежнему неподвижны, голова моя была полна послышанным и прочитанным, и осенив себя крестным знаменем, и произнеся молитвы, я встал и подошел совсем близко к сидевшей. «Чего тебе надо?» спросил я. «Зачем ты сюда явилась?» «Отца», ответила неизвестная. Она подняла вуаль, и глазам моим предстала дочь моя Исидора, точь-в-точь такой, какой ты описывала ее в твоих многочисленных письмах. Можешь себе представить, что я испытал, я совсем обомлел, правду говоря, даже испугался, увидав ее величавую, но странную красоту. Сметение мое и тревога не только не улеглись, но напротив еще возросли, когда пришелица встала и, указывая на дверь, сквозь которую она сразу же вслед за тем прошла, с какой-то таинственной вкратчивостью и поспешностью произнесла на ходу слова, звучавшие примерно так, спаси меня, спаси меня, ни медленней минуты не то я погибла. И клянусь тебе, жена, не тогда, когда она сидела напротив меня, ни тогда, когда уходила, я не слышал ни шелеста ее платья, ни шума шагов, ни вздоха. Только когда она уже ушла, раздался такой звук, как будто по комнате пронесся порыв ветра, и все вокруг окутал туман, который потом рассеялся. Тогда я почувствовал, что глубоко вздохнул, так как будто грудь моя освободилась вдруг от ужасной тяжести. Я потом просидел еще около часу, раздумывая над тем, что видел, и не зная, что же все это было, сон наяву или похожее на сон ясь. Я обыкновенный смертный, мне свойственно чувство страха, и я могу заблуждаться, но вместе с тем я христианин и католик, и, как ты помнишь, всегда решительно осуждал все твои росказни о духах и видениях, за исключением тех, что освящены авторитетом Пресвятой Церкви и упоминаются в житиях ее мучеников и святых. Видя, что все мои тягостные раздумья ни к чему не приводят, и что и мне от конца я улегся в постель, где долго пролежал, ворочаясь сбоку-набок и тщетно пытаясь уснуть, под утро едва только я забылся крепким сном, меня разбудил какой-то шум, как будто занавеска колыхалась от ветра. Я вскочил и, отдернув ее, огляделся вокруг. Сквозь ставни в комнату пробивался дневной свет, но все равно я не мог бы разглядеть окружавшие меня предметы, если бы не горевшая на камине лампа, свет который, хоть и довольно тусклый, позволял, однако, ясно все различить, и при этом свете я увидел возле двери фигуру, в которой взгляд мой, ставший еще зорче от страха, опознал ту, которая мне уже являлась. Слишком поздно, жалостным голосом произнесла она, печально махнув рукой, и тут же исчезла. Должен тебе признаться, что это второе посещение наполнило меня таким ужасом, что, не будучи уже в силах пошевельнуть ни рукой, ни ногой, я замертво повалился на подушку. Помню только, что слышал, как часы пробили три. Когда Донья Клара и священник, десятые раз уже перечитывавшие письмо, снова дошли до этих слов, часы внизу пробили три. — Странное совпадение, — сказал отец Иосиф. — А вы находите, что это только совпадение, отец мой, сказала Донья Клара бледнее. — Не знаю, — ответил священник. Многие рассказывают вполне правдоподобные истории о том, как покровители наши святые предупреждали нас о грозившей опасности, даже с помощью неодушевленных предметов. — Только чего ради предупреждать нас, если мы не знаем, какой опасности нам надлежит бояться. — Тише, — прервала его Донья Клара. — Слышали вы сейчас шум? — Ничего я не слышал, — ответил отец Иосиф, с некоторым волнением вслушиваясь в окружавшую их тишину. — Ничего, — добавил он через некоторое время более спокойным и уверенным А тот шум, что я действительно слышал часа два назад, длился очень недолго и больше не возобновлялся. Что-то очень уж стали мигать свечи, не унимала здонья Клара, застывшими от страха стеклянными глазами, глядя на пламя. — Окна открыты, — ответил священник. — Да, они открыты все время, пока мы здесь с вами сидим, — возразила донья Клара. Но вы посмотрите только, какой сквозняк! Он совсем задувает пламя. Святой Боже! Свечи вспыхивают так, как будто вот-вот потухнут. Поглядев на свечи, священник увидел, что она говорит правду, и в то же время заметил, что шпалера возле двери сильно заколыхалась. — Где-то открыта еще одна дверь, — сказал он, поднимаясь с места. — Но вы же не оставите меня здесь одну, отец мой, — сказала донья Клара. Оцепенев от ужаса, она приросла к креслу и могла только устремить на него свой взгляд. Отец Иосиф ничего не ответил. Он вышел в коридор, где его поразило необычайное обстоятельство. Дверь в комнату Исидоры была распахнута, и видно было, что там горят свечи. Он тихо пошел туда и огляделся. В комнате никого не было. Он бросил взгляд на постель и увидел, что этой ночью на ней никто не лежал. Она оставалась неразобранной и несмятой. Вслед за тем взгляд его обратился на окно. Теперь он уже в страхе озирал все, что было в комнате. Он подошел к нему. Оно было открыто Насте, что самое окно, которое выходило в сад. Испуганный этим открытием, священник пронзительно вскрикнул. Крик этот донесся до слуха Доньи и Клары, трепеща от страха и шатаясь. Та попыталась пойти за ним, но была не в силах удержаться на ногах и в коридоре упала. Священник с трудом поднял ее и привел обратно. Несчастная мать, когда ее в конце концов усадили в кресло, даже не заплакала, и только беззвучными бледными губами и застывшей рукой упыталась указать на опустевшую комнату дочери, словно прося, чтобы ее туда отвели. «Слишком поздно», — сказал священник, помимо воли повторяя зловещие слова, приведенные в письме Дона Франсиско. Глава двадцать четвертая. Эпиграф. «Отвечай на мой довод, имя есть имя, поэтому скажи, какое ты носишь имя. Отвечай на мой довод». Бомонт и Флетчер. На эту ночь и была назначена свадьба Исидоры и Мелмота. Девушка рано ушла к себе в комнату и сидела там у окна, начав дожидаться его прихода задолго еще до назначенного часа. Можно было подумать, что в такую страшную минуту, когда должна была решиться ее судьба, она будет сама не своя от волнения, что ее чуткая душа будет разрываться на части в этой борьбе с собой, однако все сложилось иначе. Когда душе, сильной от природы, но ослабевшей от того, что ее все время держат в узде, приходится сделать резкий прыжок, чтобы обрести свободу, ей уже бывает некогда сообразовываться с препятствиями и в зависимости от этого рассчитывать свои силы или прикидывать расстояние, которое отделяет ее от цели. Закованная в цепи, она думает лишь о самом прыжке, который должен принести ей свободу, или же на протяжении тех долгих часов, когда Исидора ждала приближения своего таинственного жениха, одно только чувство владело ею, то был страх перед его приходом и тем, что должно за ним последовать. Так сидела она у своего окна, бледная, но исполненная решимости, и по-прежнему веря обещанию Мелмота, что теми же средствами, которыми он пользуется, чтобы проникнуть к ней, он сумеет осуществить и ее побег, как бы надежно не охранялись двери ее дома, и как бы ни была бдительна вся прислуга. Было около часу ночи. Это было как раз тогда, когда отец Иосиф, дававший ее матери советы по поводу тревожного письма, о котором у нас уже была речь, услыхал тот шум, о котором упоминалось в предыдущей главе, когда Мелмот появился в саду и в полной тишине перекинул Исидоре веревушную лестницу. Он шепотом рассказал, как ее надо привязать, и помог своей возлюбленной сойти по ней вниз. Быстрыми шагами прошли они через сад, и Исидора, как ни были для нее новой, овладевшей ею чувства, и то положение, в котором она очутилась, не могла не выразить своего удивления по поводу той легкости, с какой они прошли сквозь крепко запертые и надежно охраняемые ворота. Они очутились на открытом пространстве. Местность, которая окружала сейчас Исидору, казалась ей гораздо более дикой, нежели утопавшей в цветах остров, где не ступала человеческая нога и где у нее не было врагов. Здесь же, в каждом дуновении ветерка, ей чудились грозные голоса, и когда собственные шаги ее отдавались эхом, ей чудилось, что она слышит топот погони. Ночь выдалась очень темной. Такими в этих краях редко бывают летние ночи. Порывы ветра, то холодного, то напоенного зноем, говорили о том, что в воздухе происходят какие-то необычайные перемены. Есть что-то очень страшное, когда так вот среди летней ночи вдруг повеет зимой. В холоде, во мраке, которые вдруг сменялись нестерпимым зноем, в бледных вспышках молнии, казалось, проявляло себя все то зло, которое приходило порознь в разные времена года. И это было некое печальное подобие жизни, где молодость не успевает насладиться бурным летом, а холодная зима не оставляет старости никаких надежд. Исидора до того чутко ощущала все, что творится в природе, что всякая перемена воспринималась ею как пророчество. Так вот и в кромешной темноте этой полной тревог ночи она почуяла некое зловещее предзнаменование. Несколько раз она, дрожа, останавливалась в пути и устремляла на Мелмота взгляд, в котором были и сомнения, и страх, но было темно, и он, разумеется, не мог обратить на него внимания. Может быть, тому была еще и другая причина, но так или иначе, Исидора почувствовала, что и силы, и присутствие духа ее оставляют. Она заметила, что ее уносит вперед с какой-то нечеловеческой быстротой. Она с трудом переводила дыхание. Ноги ее подкашивались, и у нее было такое чувство, что все это сон. «Остановись!» вскричала она, едва переводя дух, и совсем обессилев. «Остановись! Куда ты меня уносишь?» «На твою свадьбу!» ответил Мелмот глухим и невнятным голосом, но сделался ли он таким от волнения или от быстроты, с какой они неслись, Исидора понять не могла. Спустя несколько минут ей пришлось сказать ему, что она не в силах двигаться дальше, совершенно измученная, задыхаясь, она оперлась о его руку. «Дай мне передохнуть!» До неузнаваемости изменившимся голосом взмолилась она. Мелмот ничего не ответил. Он, однако, остановился и поддержал ее, если не с нежностью, то с видимым беспокойством. Во время этой передышки она стала осматриваться и пыталась различить что-нибудь вокруг, однако это оказалось почти невозможным. Все было окутано густым мраком, а все то, что ей удалось разглядеть, никак не могло рассеять ее тревоги. По-видимому, они продвигались по узенькой и крутой тропе, которая шла по берегу неглубокой речки, как можно было догадаться, по резкому и прерывистому шуму, с которым вода пробивала сквозь камни. По другую сторону тропы были какие-то низкорослые деревья, и качание ветвей на ветру, который теперь снова угрюмо что-то нашептывал их листве, казалось, не только мешало поверить, что все это происходит летней ночью, но даже и вспомнить об этом. Все вокруг было непривычно и страшно для Исидоры, которая с тех пор, как ее поселили в загородном поместье, ни разу не переступала пределы сада, и которая, даже если бы ей довелось их покинуть, все равно никакими путями не могла бы направиться туда, где была сейчас. «Какая ужасная ночь!» сказала она почти что про себя. Потом она повторила те же слова уже громче, быть может, надеясь, что спутник ее ободрит и успокоит, Мелмот молчал. Не будучи в силах совладать с волнением и усталостью, она заплакала. «Ты что, уже раскаиваешься в том, что сделала?» спросил Мелмот, странным образом подчеркивая слово «уже». «Нет, любовь моя, нет», ответила Исидора, утирая слезы. «Никогда в жизни я в этом не раскаюсь. Но в этом безлюдии, в этом мраке, в этой быстроте, в тишине есть что-то близкое к ужасу. Мне кажется, что я несусь с тобой по какому-то совершенно незнакомому краю. Разве это настоящий воздух и настоящее небо? Разве это настоящие деревья, а не какие-то призраки, что выросли из-под земли? Как глухо и как уныло завывает ветер. Он пронизывает меня насквозь, даже в эту душную ночь, а деревья прячут в тень мою душу. Неужели же это брачная ночь? — воскликнула она, когда Мелмот, как видно, смущенный ее словами, пытался увлечь ее за собою дальше. «Но похоже ли это на свадьбу? Ни отца, ни брата, чтобы меня поддержать, ни матери, которая бы стояла рядом, ни одного поцелуя от родных, ни одного поздравления от друзей, и, охваченная страхом, который становился все неодолимее, она вдруг закричала, «А где же тот священник, что благословит наш союз? Где та церковь, под сводом которой мы соединим наши судьбы?» Все это время Мелмот, заботливо держа свою невесту под руку, старался увлечь ее все дальше вперед. «Тут недалеко», сказал он, «Есть разрушенный монастырь. Ты, может быть, даже видела его из своего окна?» «Нет, никогда я его не видала. Почему он разрушен?» «Не знаю». Об этом ходили странные слухи. Говорили, что настоятель этого монастыря или приор, словом, не знаю кто, занимался чтением таких книг, которые правила его ордена запрещали читать. Говорят, что то были книги по магии. Вокруг этого, помнится, поднялся такой шум. Поговаривали, что дело дошло до инквизиции. Так или иначе, все закончилось тем, что приор исчез. Кто говорил, что он угодил в одну из тюрем инквизиции, кто, что он оказался под еще более надежной охраной. Хотя, как это могло быть, я не очень-то себе представляю, а все монахи были переведены в другие общины, и здание опустело. Сначала его добивались другие общины, но ходившая о нем дурная молва, как ни было смутно и несообразно все, что тогда говорили о нем, потом все же вселила в них страх. Пораздумав, они отказались от своего намерения, и постепенно здание монастыря превратилось в развалины. Но и до сих пор еще в стенах этих сохранилось все, что в глазах верующих делает это место святым. Остались распятия и могильные плиты, и то тут, то там находишь какой-нибудь крест, поставленный на месте, где было совершено убийство, ибо развалины эти облюбовала теперь шайка разбойников, у которых по странному совпадению вкусы оказались такими же, как у монахов, так же, как прежние обитатели вели здесь прибыльную торговлю человеческими душами, платя за них золотом, ее ведут и нынешние, с той только разницей, что эти отдают за золото души. При этих словах Мелмот почувствовал, что нежной руки, которую он сжимал, уже нет, и обнаружил, что жертва его, которая все это время и дрожала, и боролась, вырвалась из его объятий. Напусть от всего остались одни только разваленные, добавил он. Неподалеку от этих мест живет отшельник. Он-то и обвенчает нас в молельне с соблюдением всех обрядов твоей церкви. Он благословит нас обоих, и, по крайней мере, один из нас вкусит блаженство. «Прочь от меня!» вскричала Исидора, отталкивая его и стараясь стать как можно дальше от него. В эту минуту ее хрупкая фигура вновь обрела ту царственность, которую ее наделила природа, и которая так дивно сочеталась ее красотой в ту пору, когда она была единственной владычицей своего райского острова. «Прочь!» повторила она. «Не смей приближаться ко мне ни на шаг, не смей произносить больше ни слова, раньше, чем не скажешь, когда и где я должна с тобой обвенчаться и сделаться твоей законной женой. Я успела уже пережить много сомнений и страхов, подозрений, преследований, но... «Выслушай меня, Исидоро», сказал Мелмот, испугавшись этой внезапной решимости. «Нет, выслушай меня ты», ответила девушка. Робость ее сменилась мужеством, и привычным с детства ловким движением она вспрыгнула на скалу, нависавшую над каменистой тропой, и ухватилась за ствол ясеня, пробившегося сквозь расщелину в этой скале. Выслушай меня. Скорее ты вырвешь это вот дерево из его каменного ложа, чем оторвешь меня от его ствола. Скорее я размажу это тело о каменное ложе реки, что струится у меня под ногами, чем поду в твои объятия, если ты не поклянешься мне, что не готовишь мне бесчестья. Ради тебя я отказалась от всего, что по законам, недавно обретенной мною верой священно, от всего, что сердце мое давным-давно еще призывало меня любить. Суди же по тому, чем я уже пожертвовала, о том, чем я могу еще пожертвовать впредь, и не сомневайся в том, что мне в тысячу раз желаннее смерть от собственных рук, чем от твоих. Клянусь всем, что для тебя свято, закричал Мелмот, преисполняя смирение и даже становясь перед ней на коленей. Намерения мои так же чисты, как твоя душа. Даже лища пустынника отсюда не будет из ста шагов. Идем туда, и не роняй сейчас своим беспричинным и нелепым страхом представление о великодушии твоем и нежности, которая у меня сложилась и которая возвысила тебя в моих глазах не только над твоим полом, но и над всем человеческим родом. Если бы ты не была тем, что ты есть, и не была единственной, такой, как ни одна другая, ты бы никогда не сделала с невестой Мелмота. С кем, кроме тебя одной, мнил он когда-нибудь соединить свою мрачную и неисповедимую судьбу. Исидора, добавил он еще более выразительно и властно, заметив, что она все еще колеблется и прижимается к дереву, «Исидора, как все это малодушно, как недостойно тебя! Ты сейчас в моей власти бесповоротно, безнадежно в моей власти. Нет таких человеческих глаз, которые могли бы меня увидеть, нет человеческой руки, которая могла бы тебе помочь, передо мной ты беспомощна, как ребенок. Этот темный поток ничего не расскажет о том, что случилось здесь и что замутило его чистые воды, а ветер, что воет сейчас вокруг тебя, никогда не донесет стонов твоих до слуха смертных. Ты в моей власти. Но я не хочу употребить эту власть во зло. Вот моя рука. Позволь мне отвести тебя под священные своды, где нас с тобой обвенчают по обычаям твоей страны. Неужели ты все еще будешь продолжать свое бесполезное сумасбродное упорство, пока он говорил, Исидора беспомощно оглядывала все, что ее окружало, все, казалось, подтверждало его доводы. Она вздрогнула и покорилась. Но когда они стали продолжать путь и снова воцарило смолчание, она не могла удержаться, чтобы не нарушить его и не высказать множество тревожных мыслей, которые ее угнетали. Ты вот говоришь, сказала она умоляющим и покорным голосом, о нашей пресвятой вере, такими словами, которые повергают меня в дрожь. Ты говоришь о ней как об обычае страны, о чем-то внешнем, случайном, привычном. А какую веру исповедуешь ты сам? В какую ты ходишь церковь? Какие святые правила ты исполняешь? Я одинаково чту любую веру. Одинаково уважаю обряды всех религий, сказал Мелмот. В эту минуту насмешливое легкомыслие напрасно старалось совладать с охватившим его вдруг безотчетным ужасом. «Так выходит, ты в самом деле веришь в то, что свято?» спросила Исидора. «Ты в самом деле веришь?» в волнении повторила она. «Да, есть Бог, в которого я верю», ответил Мелмот голосом, от которого у нее похолодела в жилах кровь. «Тебе приходило слышать о тех, кто верует и трепещет?» «Таков тот, кто говорит с тобой». Исидора, однако, не настолько хорошо знала книгу, откуда были взяты эти слова, чтобы понять, на что он намекает. когда ее приобщали к религии, то чаще прибегали к молитвеннику, нежели к Библии. И хотя она продолжала свои расспросы, и голос ее был по-прежнему встревоженный робок, слова, которых она не поняла, ничем не усугубили ее страха. Но ведь христианство, это же неужели ты веришь, что и тут она назвала имя настолько священное, и в словах ее было столько благоговейного трепета, что мы не решаемся произнести их на страницах столь легкомысленного рассказа. Я во все это верю, я все это знаю, ответил Мелмот сурово и как бы с неохотой соглашаясь в этом признаться. Пусть я покажусь тебе нечестивцем и насмешником, но только среди всех мучеников христианской церкви в былые времена погибавших на огне нет никого, кто столько бы вытерпел за веру свою и прославил ее так, как прославляю ее я, и как претерплю за нее в некий день и до скончания века. Есть, правда, небольшая разница в наших свидетельствах в части их длительности. Те сгорали живыми за истины, которые они любили всего каких-нибудь несколько минут, а может быть и того меньше. Иные умирали от удушья, прежде чем их достигало пламя, я же обречен подтверждать истинность Евангелия среди огней, что будут гореть вечно. Подумай только, невеста моя, с какой удивительной судьбой ты призвана соединить свою. Как истая христианка, ты, разумеется, придешь в восторг, увидав, как мужа твоего жгут на костре, дабы среди пылающих головней он доказывал приверженность в свою вере? Сколько же благороднее станет эта жертва, если ей суждено будет длиться целую вечность? Слов этих никто уже не слышал. Исидоре стало худо. Ее похолодевшая рука все еще цеплялась за руку Мелмута, а сама она беспомощным бесчувственным телом упала наземь. Мелмут выказал в эту минуту больше участия, чем можно было от него ожидать. Он освободил ее грудь, отстянув на ней плаща, попрыскал водой из речки ей на лицо и стал приподнимать ее так, чтобы токи воздуха могли ее освежить. Исидора пришла в себя. Скорее всего, причиной ее обморока была усталость, а вовсе не страх. Как только ей стало лучше, недолговечная нежность ее спутника должно быть иссякла. Едва только она заговорила, как он принялся снова настаивать на продолжении пути, а когда она сделала слабую попытку исполнить его желание, он стал уверять ее, что силы ее полностью восстановились, а пройти им остается всего несколько десятков шагов. Исидора поплелась дальше. Тропа поднималась теперь по крутому склону холма, остались где-то позади журчание воды, шум деревьев, ветер стих, ночь была все такой же темной и непроглядной, а от наступившей тишины все стало казаться Исидоре еще более пустынным и безрадостным. Ей хотело слышать хоть что-нибудь кроме собственного дыхания затрудненного и тяжкого и кроме ставшего внятным биения сердца. Когда они спускались потом по противоположному склону холма, слева вдруг зажурчала где-то вода, но уже слабее, и вскоре все стихло. Однако и самый звук этот, который ей так вначале хотелось услышать снова, теперь в ночной тишине отзывался такой неимоверной грустью, что ей хотелось, чтобы и он окончательно умолк. Так для людей несчастных исполнение их болезненных желаний всегда становится источником разочарования, и перемена, на которую они надеялись, хороша лишь тем, что побуждает стремиться к новой. Утром они говорят скорее бы наступил вечер, настает вечер, и вот они снова недовольны, скорее бы наступило утро. Но у Исидоры не было теперь времени разбираться в своих чувствах, что-то еще продолжало возбуждать в ней страх, и как она могла догадаться по ускоренным шагам Мелмотта, потому, как он раздраженно и часто вскидывал голову, то же самое тревожило и его. Звуки, к которым они какое-то время прислушивались, ничего однако не говоря об этом друг другу, с каждой минутой становились все явственней. Это был топот человеческих ног, и, очевидно, это была погоня за ними. Шаги становились все быстрее и перешли потом в стремительный бег. Мелмотт внезапно остановился. Исидора в страхе повисло на его руке. Ни один из них не произнес ни слова, однако глаза Исидоры, невольно следившие за легким, но страшным движением его правой руки, увидели, что он указывает на какую-то фигуру, настолько темную, что вначале она казалась чем-то вроде ветки дерева, шевелившейся на ветру. Потом она потонула во мраке, можно было подумать, что неизвестное существо в это время спускалось с холма, а потом появилось снова уже приняв очертания человека, насколько окружающая тьма позволяла их различить. Теперь человек этот приближался, шаги становились все слышнее, очертания все четче. Тут Мелмот внезапно оставил Исидору. Она пришла в такой ужас, что не смогла даже вымолвить ни слова, умолить его не покидать ее, и стояла одна. Все тело ее колотилось так, что, казалось, вот-вот распадется на куски, а ноги онемели, как будто их приковали к месту. Что за это время произошло, она не знала. Сквозь тьму она разглядела, что между двумя мужчинами завязалась борьба, которая, однако, длилась недолго, и в эти страшные минуты ей показалось, что она слышит голос их старого слуги, который был очень к ней привязан. Голос этот взывал его. Сначала это были обращенные к ней уговоры, мольба, потом сдавленные, едва слышные крики о помощи «Спасите! Спасите!» Потом она услыхала шум, что-то тяжелое упало, как видно, вбурливший внизу поток, раздался плеск, а за ним из воды стон, и таким же стоном откликнулся на него темный пригорок. Казалось, что это убийцы глухо перекликаются в ночи после того, как завершили свое кровавое дело, и все затихло. Исидора стояла недвижно, закрыв глаза судорожно сжатыми пальцами похолодевшей руки, до тех пор, пока не услыхала обращенный к ней шепот. «Бежим скорее, любовь моя», проговорил Мелмот. «Куда?» спросила Исидора, не понимая смысла сказанных им слов. «К разваленном монастыря, любовь моя, к жилищу отшельника, он исповедует ту же веру, что и ты, и нас обвенчает, но ведь за нами кто-то гнался», вдруг стала вспоминать Исидора. «Никто больше не будет гнаться, но я же видела, там кто-то был». «Ты больше его не увидишь». «Я слышала, что это тяжелое упало в воду, похоже, что то был человек, это был камень». «Он упал с обрыва вниз». «На несколько мгновений вода забурлила, вспенилась и вся побелела вокруг, но теперь она поглотила его, и должно быть так довольна своей добычей, что больше не выпустит». «На продолжала следовать за ним в молчании и ужасе, пока, наконец, Мелмотт не указал ей на нечто бесформенное и черное, что во мраке ночи можно было принять и за скалу, и за кустарник, и даже за какое-то большое неосвещенное строение. Это и есть развалины, прошептал он, а рядом жилище отшельника, крепись, еще немного, и мы будем на месте». Побуждаемое его словами, а еще больше смутным желанием положить конец этому пути среди теней и этому суеверному страху, не смущаясь даже тем, что в конце пути их, может быть, ожидает нечто еще более ужасное, Исидора напрягла все оставшиеся силы и с помощью Мелмота начала подниматься по склону, на котором некогда стоял монастырь, к вершине вела тропинка, но она была завалена камнями и переплетена узловатыми корнями деревьев, которые некогда укрывали само здание и давали тень. По мере того, как они приближались, невзирая на окружавший их мрак, очертания развалин стали обозначаться определеннее и лещи, и сердце Исидоры уже не вбилось с такой тревогой, когда она увидала остатки башни и шпиля, большого восточного окна и кресты, которые еще можно было обнаружить на каждом выступе и каждом щипце, и которые свидетельствовали о том, что религия торжествует среди горя и бедствий, и что это действительно было место, предназначенное для служения Богу. Узенькая тропа, которая, по-видимому, велась вокруг здания, привела их к фасаду, выходившему на большое кладбище. Нелмот указал ей на какое-то неясное черное пятно в глубине, сказав, что это и есть убежище отшельника, куда он и отправится сейчас, чтобы попросить живущего в нем старца, который в то же время является и священником, их обвенчать. «А нельзя разве и мне пойти туда с тобой?» спросила Исидора, оглядывая могилы, с которыми ей предстояло разделить свое одиночество. «Этого не допускают принесенные им обеты», сказал Мелмот. «Он не должен видеть женщин иначе, как за исполнением треп». Сказав это, он поспешил уйти, а Исидора, опустившаяся на одну из могил, чтобы передохнуть, завернулась в покрывало, как будто в складках его могла найти забвение. Однако очень скоро ей стало нечем дышать, и она откинула его. Но так как перед глазами у нее были одни только могильные плиты и кресты, да та темная кладбищенская растительность, чья неприветливая зелень со всех сторон пробивается среди камней, она снова накрылась им, вся дрожа от безотчетного страха. Неожиданно до нее донесся какой-то слабый звук, похожий на легкий трепет ветра. Она подняла голову, но оказалось, что никакого ветра уже нет, и ночь безбятежно тиха. Однако тот же самый звук возобновился, как будто листва снова зашелестела, и когда она повернулась в направлении, откуда он шел, ей показалось, что неподалеку от нее какая-то человеческая фигура медленно пробирается вдоль кладбищенской ограды, и хотя она, по-видимому, не приближалась к ней, а скорее медленно шла кругом где-то вдалеке, Исидора, думая, что это мог быть Мелмот, поднялась и стала ждать, что он подойдет к ней, однако в это время неизвестный повернулся к ней, и, словно выжидая чего-то, казалось, простер к ней руку и раз или два помахал ею, но то ли он отчего-то предостерегал, то ли просто делал ей знак уйти, определить было невозможно, потом он так же медленно прошел дальше и минуту спустя скрылся среди развалин, у нее даже не было времени подумать, что это за странное существо, Нелмот был уже рядом и снова принялся ее торопить, по его словам, там у самых стен монастыря была часовня, которая не так разрушена, как другие, где отправлялись церковные службы и куда священник обещал тотчас же прийти. Он уже опередил нас, сказала Исидора, имея в виду замеченную ею фигуру. По-моему, я его видела. — Видела кого? — порывисто спросил Мелмот и стоял, не шелохнувшись, ожидая, пока она ответит. — Видела какую-то фигуру, — в страхе сказал Исидора. — Мне показалось, что она прошла в сторону развалин. — Ты ошиблась, сказал Мелмот, а минуту спустя добавил, нам следовало бы прийти туда раньше него, и он стал еще больше спешить, увлекая за собой Исидору, но вдруг, внезапно замедлив шаг, он сдавленным и невнятным голосом спросил, не случалось ли ей когда-нибудь слышать музыку перед его появлением, не раздавались ли в это время в воздухе какие-то звуки, никогда был ответ «Ты уверена?» «Да, совершенно уверена». В эту минуту они поднимались по обломанным и неровным ступенькам, которые вели к часовне. Они уже миновали темный увитый плечом свод, вошли туда, Исидора даже и в темноте разглядела, что стены ее кое-где обвалились, и что все имеет заброшенный вид. «Он еще не пришел», сказал Мелмот в волнении, «подожди здесь одну минуту». Исидора до такой степени ослабела от страха, что не только не могла противиться ему, но даже была не в силах что-либо сказать, да она и не пыталась его удержать. У нее было такое чувство, что это все равно не удастся. Оставшись одна, она стала осматривать внутренность часовни. В эту минуту слабый и расплывчатый свет лунного луча прорвался сквозь густые тучи и озорил все вокруг. Взгляд ее упал на узорчатое окно, оно было разбито. Грязные помутневшие осколки стекла были разбросаны кое-где между каменными столбами. Осколки эти, так же, как и сами столбы, покрылись уже мхом и были увиты плющом. Она увидела остатки алтаря и распятия. Казалось, что то и другое было сотворено в незапамятные времена грубой неумелой рукой. Стоял там также и мраморный сосуд, очевидно предназначавшийся для святой воды, который, однако, был пуст, а рядом каменная скамья, на которую опустилась Исидора. От усталости она не чувствовала под собой ног, но ей не приходилось надеяться, что ей дадут отдохнуть. Раз или два она заглянула в окно, сквозь которое в помещение падали лунные лучи, и всем существом ощутила свою прежнюю жизнь, где подругами ее были стихии и небесные светила, сиявшие своей торжественной красотой, и где ей некогда казалось, что месяц ее родной брат, а звезды сестры, она по-прежнему смотрела на окно, словно упивая светящимся небом и черпая из струившихся лучей некую высшую правду и силу, пока все та же фигура медленными шагами не прошла снова перед каменными столбами, и ей вдруг не открылось ее лицо. Она узнала своего старого слугу. Ошибиться она не могла. Ей показалось, что он очень внимательно на нее смотрит. Во взгляде его она прочла сострадание, потом фигура медленно удалилась, и Исидора услышала в воздухе слабый жалобный крик. В эту минуту луна, лившая в часовню свой слабый свет, скрылась за тучей, и все погрузилось в такую глубокую тьму, что Исидора даже не заметила, как пришел Мелмот, пока он не взял ее за руку и не прошептал «Он пришел! Он нас сейчас обвенчает!» Все эти приготовления длились так долго и были так ужасны, что довели ее до полного изнеможения, и она уже не в силах была произнести ни слова, она оперлась на руку, которую ощутила возле себя, но это было отнюдь не знаком доверия к нему, ей просто трудно было устоять на ногах, место, время, окружающие предметы, все было окутано мраком, она услышала какой-то шорох, словно кто-то вошел, ей хотелось вникнуть в доносившиеся до нее слова, но смысл их от нее ускользал, она пыталась что-то сказать сама, но не понимала, что говорит, все было в тумане, во мгле, она не могла разобрать доносившегося до нее бормотания, она не почувствовала руки Мелмота, но зато ясно ощутила чью-то соединившую их руку, и та была холодна, как рука смерти. Глава двадцать пятая Эпиграф Души призраки умерших никак не дают подойти мне, Гомер. Нам придется теперь вернуться немного назад, к той ночи, когда Франсиско до Ильяга отцу Исидору по ее словам привелось очутиться среди людей, встреча с которыми произвела на него столь удивительное впечатление. Он возвращался занятый мыслями о своем богатстве, преисполненной уверенности, что теперь он совершенно недосягаем для тех зол, которые отравляют нам жизнь, и может совершенно не считаться с внешними обстоятельствами, от которых подчас зависит наше благополучие. Он чувствовал себя как человек, упоенный всем, чем он владеет, и наряду с этим испытывал безмятежную удовлетворенность от сознания, что дома его ждет семья, которая обязана ему своим благосостоянием и высоко его за это чтит. Воображение его уже рисовало ему, как он будет проходить по дому среди низкокланяющихся слуг и почтительных родичей тем же самым размеренным шагом, каким он проходил по рынку среди богатых купцов, причем самые состоятельные из них кланились, когда он появлялся среди них, а после того, как он проходил, шепотом говорили друг другу «Это богатей Альяга». Таковы мысли и чувства большинства людей, достигших благоденствия. Тут налицо и законная гордость тем положением, которого им удалось достичь, и преувеличенное мнение о своем праве на знаке уважения со стороны общества, которое, однако, обманывает их ожидания и встречает их презрением, и, наконец, твердая уверенность в незыблемости уважения и любви семьи, которую они обогатили, с лихвой вознаградив ее за то пренебрежение, которому она, возможно, подвергалась тогда, когда окружающие не знали о ее богатстве и не успели узнать о том высоком положении, которое она приобрела, а если даже и узнали, то не успели еще оценить. Вот с какими мыслями и чувствами Дон Франсиско возвращался домой. На постоялом дворе, где ему пришлось остановиться на ночлег, обстановка оказалась настолько убогой, а в низких, тесных и плохо проветренных комнатах в этот знойный день было до того душно, что он решил, что будет ужинать на свежем воздухе на каменной скамье, стоявшей возле самых дверей. Нельзя, однако, сказать, что он, подобно Дон Кихоту, воображал, что его угощали форелью и белым хлебом, и еще меньше, что прислуживали ему девушки благородного происхождения, все было совсем иначе. Дону Франсиско был подан крайне скудный обед с довольно скверным вином, и он ел и пил, прекрасно понимая, сколь посредственно и то, и другое, как вдруг увидел неподалеку всадника, который придержал поводье и, казалось, собирался остановиться там на ночлег. У Дона Франсиско было слишком мало времени, дабы присмотреться к лицу и обличию этого человека, чтобы потом, при случае, он его мог узнать. Да, кстати, сказать, во внешности его и не было ничего, сколько-нибудь примечательного. Незнакомец подозвал к себе знаками хозяина, и тот подошел к нему, но как-то очень медленно и с неохотой, и на его просьбы ответил, должно быть решительным отказом, а когда всадник ускакал прочь, вернулся, то и дело крестясь, на лице его были написаны осуждение и страх. Во всем этом было нечто большее, нежели привычная грубость угрюмого испанского трактирщика. Всадник возбудил любопытство Дона Франциско, и он осведомился у трактирщика, не просил ли незнакомец приютить его на ночь, так как по всему было видно, что разыгрывается буря. Не знаю уж, о чем он просил, ответил тот, знаю только, что если бы мне даже предложили все богатства то ледо, я и часу не потерпел бы его под этой крышей, да и что такому буря, он сам ее поднять может. Дон Франциско стал спрашивать, что заставляет его говорить об этом человеке с таким отвращением и ужасом, однако трактирщик в ответ только покачал головой и не сказал ни слова. Должно быть, он чего-то боялся, так тот, кто обведен колдовским кругом, не решается приступить роковую черту, опасаясь, что может стать добычей злых духов, которые только и ждут, чтобы отплатить ему за его дерзость. Наконец, после того, как Дон Франциско несколько раз повторил свой вопрос, он пробурчал, «Ваша честь, верно, никогда не бывала в этой части Испании, колли вы ничего не слыхали о Мелмоте скитальце». «Впервые раз слышу это имя», ответил Дон Франциско, «и заклинаю тебя, друг мой, рассказать мне все, что ты знаешь об этом человеке, в котором, насколько яствует из того, что ты о нем говоришь, есть что-то необычайное». «Сеньор», ответил трактирщик, «начни я пересказывать все, что о нем толкуют, так мне сегодня до утра глаз не сомкнуть, а коли уснешь, такое привидится, что право лучше уж совсем не ложиться». «Ну вот, есть тут у меня сейчас один постоялец, от которого вы все в точности узнаете. Господин этот как раз собирает то, что рассказывает об этой личности и хочет все издать, только никак не добьется, чтобы власти разрешили ему напечатать. Наше мудрое правительство считает, что католику такие вещи читать не положено, а равно не положено и вообще распространять их среди христиан. В то время, как трактирщик говорил, а голос его и выражение лица не оставляли никаких сомнений насчет того, что сам он твердо во всем этом убежден, господин, о котором шла речь, стоял тут же рядом. Он, должно быть, слышал их разговор и не прочь был его продолжить. Это был серьезный и спокойный мужчина, который не давал ни малейшего повода заподозрить себя в склонности к обману или мистификации, и Дон Франсиско, человек уровновешенный, отнюдь нелегковерный и весьма осторожный, как и вообще все испанцы, а тем более испанские купцы, по всей видимости, проникся к нему доверием, хоть внешне ничем не дал это почувствовать. Сеньор обратился к нему незнакомец. Хозяин мой сказал вам сущую правду. Всадник, который, как мы видели, проехал недавно мимо, одно из тех существ, в тайну которых люди напрасно стараются разгадать о жизни его, складываются невероятные легенды, которым нет конца, однако записям этим суждено истлевать в библиотеках их собирателей и вызывать к себе недоверие и презрение даже со стороны тех, кто тратит большие деньги на собирание коллекций и, однако, настолько неблагодарен, что не придает должного значения тем записям, которых у него нет, забывая, что ценность подобных собраний определяется их полнотой. Но, что бы там ни было, я все же не знаю другого такого случая, чтобы о лице, которое еще живо и, как видно, во всех отношениях остается человеком из плоти и крови слагались предания как о некоем историческом персонаже. И сейчас еще пытливые и любознательные собиратели располагают кое-какими рассказами об удивительных обстоятельствах жизни этого существа, да и мне лично удалось проведать факты, которые занимают среди них далеко не последнее место. Две главные причины, обусловившие то, что похождения его столь многочисленны и вместе с тем сходны между собой, это невероятная продолжительность его жизни и легкость, с какой он, как-то не раз уже замечалось, способен переноситься из страны в страну, где сам он знает всех, а его не знает никто. Незнакомец замолчал, стемнело, упало несколько капель дождя, больших и тяжелых. Похоже, что ночью быть бурей, сказал незнакомец, тревогой оглядывая местность. Лучше всего в такую погоду сидеть в помещении, и если у вас, сеньор, нет сейчас никаких других дел, то мне хотелось бы потратить несколько часов этой неприятной ночи на то, чтобы рассказать вам кое-какие обстоятельства, касающиеся скитальца, которые мне удалось узнать. Дон Франсиско охотно принял его предложение как из любопытства, так и из проистекающей от одиночества скуки, которая нигде не бывает такой невыносимой, как в харчевнях особенного непогоду. Ехавший с ним Дон Монтилия вынужден был покинуть его и проведать своего престарелого отца, чтобы встретиться с Альягой уже неподалеку от Мадрида. Поэтому Дон Франсиско велел слугам показать ему отведенную для него комнату и, расположившись там, любезно пригласил туда своего нового знакомца. Представьте себе теперь внутренность убогой коморки в верхнем этаже испанской харчевни, которая, несмотря на весь свой мрачный и непритязательный вид, отличается все же известной живописностью, что весьма подходит для места, где начнется рассказ об удивительных и чудесных событиях. В окружающей обстановке нет и тени роскоши или изощренности, которые бы услаждали чувства или возбуждали внимания и которые бы помогли слушателю стряхнуть себя колдовские чары, приковавшие его к миру ужасов, и вернуться к спокойной действительности и удобствам обыденной жизни, подобно тому, как человек, которому снится, что его вздергивают на дыбу, просыпается вдруг в пуховой постели. Стены были голы, потолок заменяли стропила крыши и вся обстановка состояла из стола, за которым и сидели Дон Франциско и его гость, первый в огромном кресле с высокой спинкой, а второй почти в ногах у него на низенькой табуретке. На столе был светильник, который беспрерывно мигал от порывов ветра, сотрясавшего дверь и врывавшегося внутрь сквозь множество щелей. Свет его падал то на дрожащие губы чтеца, то на лицо слушателя, становившееся все бледнее по мере того, как он наклонялся, чтобы уловить слова, которые к концу каждой страницы звучали все более прерывисто и глухо. Казалось, было какое-то зловещее соответствие между завываниями бури, которые становились все сильнее, и чувствами слушателя. Буря эта надвигалась без всякой ярости и неистовства, а с каким-то угрюмым, долго удерживаемым гневом, отступая вдруг к самому краю горизонта, а потом возвращаясь и раскатами своими потрясая крышу дома. И в рассказе, который продолжал читать незнакомец, каждая пауза, вызванная либо волнением, либо просто усталостью, соответственно, заполнялась глухим шумом ливня, гулом ветра и по временам слабыми и далекими, но продолжительными раскатами грома. Будто бесы ворчат и сердятся на то, что их тайны раскрыты, сказал незнакомец, отрывая глаза от рукописи. Глава двадцать шестая Эпиграф На палубе их двое Идет игра Моя взяла Кричит одна и мой он Колрич Повесть о семье Гусмана То, о чем я собираюсь прочесть вам, сказал незнакомец, я отчасти видел собственными глазами, достоверно и все остальное, насколько вообще могут быть достоверными свидетельства людей. В городе Севильи, где я прожил много лет, я знал одного богатого купца, который был уже в летах и которого называли Гусман Богатей. Происходил он из совершенно безвестной семьи, и те, кто отдавали должное его богатству, ибо им приходилось брать у него деньги взаймы, никогда не величали его, и им не пришло бы в голову предварять его имя титулом Дон, или добавлять к нему родовое прозвище, которого никто из них не знал, да, говорят, не знал и сам Гусман. Тем не менее, купец этот пользовался всеобщим уважением, и, когда только едва начинали звонить к вечерне, он неизменно выходил из узенькой двери своего дома, тщательно ее запирал, два или три раза внимательно оглядывал, а потом прятал ключ на груди и медленными шагами шел в церковь на протяжении всего пути, продолжая ощупывать его в своем кармане, самые гордые люди Севильи всякий раз снимали перед ним шляпы, а игравшие на улице ребятишки оставляли на это время свои игры. У Гусмана не было ни жены, ни детей, ни друзей, ни родных. Все хозяйство его вела старая служанка, бережливость его доходила до крайних пределов, известно было, что он ничего почти на себя не тратил. Вот почему многих беспокоил вопрос, что же станется с его огромным богатством, когда он умрет? И недоумевающие сограждане его принялись допытываться, нет ли у Гусмана каких-либо родственников, пусть даже отдаленных и безвестных. А когда такого рода розыски предпринимаются людьми, одержимыми жадностью и любопытством, то упорство становится поистине неодолимым. И вот в конце концов они обнаружили, что у Гусмана была некогда сестра, много его моложе, которую очень рано выдали замуж за одного немецкого композитора, протестанта, и которая вскоре после этого уехала из Испании. То ли вспомнили, то ли откуда-то узнали, что с ее стороны было предпринято много усилий, чтобы смягчить сердце брата, склонить его на помощь родным, а он и тогда был уже очень богат, и убедить его примириться с ними и признать их брак, что позволило бы и ей, и ее мужу остаться в Испании. Но Гусман был непоколебим. Человек состоятельный и гордивший со своим состоянием, он мог бы еще, пожалуй, как это не претило ему, снизойти до того, чтобы согласиться на союз сестры с человеком бедным, которого он, кстати сказать, мог бы облагодетельствовать своим богатством, но даже самая мысль о том, что она вышла замуж за протестанта, была для него непереносима. Инесса, так звали его сестру, вместе с мужем уехала в Германию отчасти от того, что тот обладал незаурядным музыкальным дарованием, что, как известно, высоко ценится в этой стране, отчасти в смутной надежде, которая всегда тешит сердце тех, кто уезжает на чужбину, что перемена места может в корне изменить обстоятельства их жизни, отчасти же из убежденности, что всякое горе лучше переносить где бы то ни было, но только подальше от человека, который вам его причинил. В таком виде историю эту рассказывали старики, уверявшие, что все это произошло на их памяти, такой ее принимали на веру молодые, которым нечего было вспомнить, но о котором все восполняло воображение, рисовавшее им некую красавицу, вместе с детьми и еретиком супругом она уезжает в далекую страну и грустя прощается и с отчизной, и с верой у предков. А пока все эти толки ходили по Севилии, Гусман заболел, и врачи, которых его с большим трудом уговорили позвать, нашли, что положение его безнадежно. Во время же его болезни то ли родственные чувства взыграли в сердце, которое они, должно быть, давно покинули, то ли старик решил, что лучше все-таки умереть на руках у собственной сестры, а не у хищной продажной служанки, то ли его была неприязнь стала угасать по мере приближения смерти, подобно тому, как искусственный свет тускнеет с наступлением утра. Словом, так или иначе, в эти дни Гусман вспомнил о сестре и ее семье и послал наручного, что, надо сказать, обошлось ему недешево, в ту часть Германии, где она жила, пригласить ее вернуться и примириться с ним. Сам же он принялся ревностно молиться, прося, чтобы ему дано было дожить до той минуты, когда он сможет испустить дух на руках у сестры и ее детей. Ходил в то время и еще один слух, который, по-видимому, представлял значительно больший интерес для окружающих, нежели то, что имело отношение лишь к жизни и смерти Гусмана. Говорили, что он будто бы объявил недействительным свое прежнее завещание и послал за нотариусом, с которым, несмотря на то, что он был уже до крайности истощен, с недавшим его недугом, он заперся на несколько часов у себя в спальне и все это время диктовал ему голосом, который, хоть и был хорошо слышен нотариусу, оказался совершенно невнятным для уха, которое с величайшим и мучительным напряжением вслушивалось в него, припав к запертой на два оборота двери. Все, знавшие Гусмана, старались убедить его не тратить на это столько сил, уверяя, что этим он только ускорит свой конец, но к их вящему удивлению и, разумеется, к их радости, с той минуты, когда новое завещание было написано, здоровье Гусмана начало улучшаться, и не прошло и недели, как он ходил уже по комнате и высчитывал, сколько нарочному потребуется времени, чтобы добраться до Германии, и когда можно ожидать ответа от сестры и ее семьи. Прошло несколько месяцев. Духовные лица приложили все старания, чтобы использовать этот промежуток времени в своих интересах, и стали все чаще наведываться к Гусману, однако после того, как они истощили всю свою изобретательность, после того, как они очень упорно, но напрасно взывали к его совести, к чувству долга, к религии и старались пробудить в нем страх, они начали понимать, что для них всего важнее и, соответственно, изменили свою тактику, придя к выводу, что переубедить Гусмана им все равно не удастся, и что решение его вызвать сестру и ее семью в Испанию непреклонно, они удовлетворились меньшим, они поставили условие, что он не будет общаться с этой семьей еретиков, иначе, как при их посредстве, и что всякий раз, когда он захочет свидеться с сестрою или ее детьми, они будут присутствовать при их свидании. Им не стоило особого труда уговорить Гусмана согласиться на это условие, ибо, вообще-то говоря, старик не испытывал особого желания видеть сестру, чье присутствие могло напомнить ему об охлаждении родственных чувств и о долге, о котором он успел давно позабыть. К тому же, это был человек устоявшихся привычек и присутствие даже самого интересного для него на земле существа, если оно могло, пусть даже в самой незначительной степени, нарушить или прервать привычный ход жизни, было бы для него непереносимо. Так всех нас делают более черствами старость и укоренившиеся вместе с нею привычки и, приближаясь к концу, мы чувствуем, что способны пожертвовать самыми дорогими для нас родственными узами и самыми заветными чувствами ради тех мелких особенностей нашей жизни, которые вторжение в нее другого человека или его влияние могут в какой-то степени задеть. это была своего рода сделка между совестью Гусмана и его чувствами. Он решил, что наперекор всем священникам Севилии пригласит в Испанию сестру и ее семью и оставит им все свое огромное состояние. С этой целью он и писал им неоднократно и вполне определенно, но наряду с этим. Он обещал своим духовным советчикам и даже поклялся им в этом, что никогда не увидится ни с кем из этой семьи и что пусть даже сестра его унаследует все его состояние, она никогда, никогда не увидит его лица. Последние были удовлетворены этим заявлением или во всяком случае сделали вид, что оно их удовлетворяет. И Гусман, умилостив их обильными приношениями на алтари различных святых, из которых каждый почитался единственным целителем одолевшего его недуга, принялся высчитывать, во что может обойтись возвращение его сестры в Испанию и обеспечение ее семьи, которую он, можно сказать, вырвал из родной для нее почвы, и поэтому чувствовал себя обязанным по чести сделать так, чтобы они могли процветать на той почве, на которую он их пересадил. Год спустя сестра, ее муж и четверо детей вернулись в Испанию. Ее звали Инесса, мужа ее Вальберг. Это был трудолюбивый человек и отличный музыкант. Дарование его обеспечило ему место маэстро дикапелло, капельмейстера при дворе герцога саксонского. Дети же его сообразно средствам, которыми он располагал, были воспитаны так, чтобы любой из них мог в случае, например, его смерти или какого-нибудь несчастья заменить его или же просто получить место учителя музыки при дворе одного из немецких князей. Жили они с женой очень скромно и надеялись, что дети их талантами своими помогут им лучше обеспечить себя средствами к существованию, что теперь составляло предмет их неустанных забот и трудов. Старший из сыновей по имени Эбергард унаследовал музыкальные способности отца. Дочери Юлия и Инесса были также очень музыкальны и, кроме того, отлично вышивали. Младший же сын Мориц доставлял всей семье попеременно то радость, то горе. Долгие годы им приходилось бороться с трудностями, слишком мелкими, чтобы о них стоило говорить здесь подробно, но вместе с тем слишком жестокими для тех, кто сталкивается с ними ежедневно и ежечасно, чтобы можно было не почувствовать, сколь они тягостны, как вдруг неожиданное письмо, привезенное Нарочным из Испании от их богатого родственника Гусмана, в котором он приглашал сестру и ее семью вернуться и объявлял ее наследницей всех своих неимоверных богатств, пробудило их силы, как первая летняя заря после полугодичной ночи пробуждает силы жалкого, съежившегося у себя в хижине от холода лапланца. Все невзгоды были сразу же забыты, все заботы отложены, семья расплатилась с теми немногими долгами, которые у нее были, и стала готовиться к отъезду в Испанию. Итак, они отправились в Испанию и прибыли в город Севилью, где их сразу же встретило некое духовное лицо. Оно поставило их в известность о решении Гусмана никогда не видеться с оскорбившей его сестрой и ее семейством, но в то же время заверило приехавших о намерении старика всячески поддержать их и обеспечить всем необходимым до той поры, когда он умрет, и они вступят в законное владение всеми его богатствами. Известие это огорчило их, и мать семейства заплакала, узнав, что брат, которого она помнила и все еще любила, не хочет ее видеть. Священник стараясь смягчить исполнение возложенной на него тягостной миссии, обмолвился несколькими словами о том, что, согласись они отказаться от своих еретических воззрений, им было бы гораздо легче найти путь к сердцу своего богатого родича, и он, может быть, не стал бы противиться встрече с ними. Последовавшая за этим глубокое молчание, оказалось красноречивее всех слов, и священник ушел ни с чем. Это была первая туча, омрачившая их надежды на счастье, которые окрылили их с той минуты, когда Нарочный прибыл в Германию, и весь остаток вечера они просидели удрученные тем, что узнали. В уверенности, что его ожидает богатство, Вальберг не только перевез в Испанию детей, но и написал своим очень уже старым и жившим в большой бедности родителям, чтобы и они тоже приехали туда и назначил им встречу в Севильи. А так, как он продал принадлежавший ему в Германии дом со всей обстановкой, он смог послать им денег на немалые расходы, связанные со столь длительным путешествием. Теперь их ожидали с часу на час и дети, сохранившие смутное, но благодарное воспоминание о благословении, полученном ими в самом раннем возрасте, о произносивших его дрожащих губах и крестивших их морщинистых руках, с радостью думали о предстоящем приезде стариков. Не лучше было бы, если бы твои отец и мать оставались в Германии, а мы посылали им отсюда денег на жизнь, вместо того, чтобы заставлять их в таком преклонном возрасте совершать столь утомительное путешествие, часто говорила Инесса мужу, а тот неизменно отвечал, пусть уж они лучше умрут у меня в доме, чем будут жить где-то среди чужих. В этот вечер он, может быть, впервые начал понимать, сколь благоразумен был совет, данный ему женой. Она это почувствовала, и свойственная ей деликатность не позволила ей больше напоминать об этом. Было темно и холодно, совсем не такими бывают обычно ночи в Испании. Холод этот передавался и людям, Инесса сидела и работала молча. Собравшиеся у окна дети шепотом сообщали друг другу свои надежды и планы, связанные с приездом стариков, а Вальберг, беспокойно расхаживавший по комнате, время от времени прислушивался к их шепоту и вздыхал. На другой день небо было безоблачно и светило солнце. Священник явился к ним снова и, выразив сожаление по поводу того, что решение Гусмана непреклонно, уведомил их, что ему поручено выплатить им годичное содержание и назвал сумму, показавшуюся им огромной. Вторая сумма предназначалась на воспитание детей и говорила о поистине царской щедрости их благодетеля. Священник выдал им на руки подписанные чеки и удалился, предварительно еще раз заверив их, что после смерти Гусмана они будут неоспоримыми наследниками его богатств и, что, коль скоро они будут жить все время в достатке, сетовать им ни на что не придется. Не успел священник уйти, как приехали престарелые родители Вальберга, несколько ослабевшие от усталости и радостного волнения, но вместе с тем достаточно бодрые и все семейство усело за показавшийся им роскошным обед в том безмятежном ожидании счастья, которое нередко бывает еще упоительнее, нежели обладание им. «Я видел их тогда», сказал незнакомец, прерывая свой рассказ. «Я видел их вечером того самого дня, когда вся семья соединилась, и если бы какому-нибудь художнику захотелось изобразить картину семейного счастья, ему достаточно было бы наведаться для этого в дом Вальберга. Он и его жена сидели на конце стола, оба улыбались детям, а те в свою очередь отвечали им улыбкой, и ко всему этому не примешивалась ни одна тревожная мысль, будь то раздражение от какой-нибудь мелкой неприятности в настоящем, или тягостное предчувствие несчастья в будущем, страх перед завтрашним днем, или наконец мучительное воспоминание о прошлом. Дети их действительно расположились такой группой, которая могла бы вызвать восхищение не только отца и матери, движимых любовью к ним, но и художника, влюбленного в красоту. Старший сын их Эбергард, которому исполнилось шестнадцать, был чересчур красив для мужчины. Его нежное румяное лицо, стройное, словно точеная фигура, и переливы его мягкого голоса пробуждали в людях тот смешанный интерес, с каким мы обычно наблюдаем, как в юноше сквозь еще отроческую незрелость пробиваются первые побеги силы, которым в будущем суждено вырасти и окрепнуть, и наполняли сердца родителей той ревнивой тревогой, с какой мы следим за погодой, теплым, но сумрачным весенним утром. Мы радуемся разлитому в небе спокойному сиянию зари, однако боимся, что еще до полудня лазурь его будет затянута тучами. В дочерях Энесси и Юлии была особая прелесть, отличающая северянок. Пышные золотые кудри, большие голубые глаза, белоснежная шея и тонкие руки, нежные щеки, румянец, которых сочетал в себе цвета розы и персика. Когда они в чем-нибудь помогали своим родителям, девушки были похожи на двух юных геб, разносящих чаши, содержимое которых они одним своим прикосновением могут превратить в нектар. Этим девочкам очень рано привелось испытать на себе гнетущее действие тех тягот, которые приходилось переживать их родителям. Самые нежные годы детства уже научили их боязливой походке, шепоту, тревожным вопрошающим взглядом, словом, всему тому, чему постоянная нужда в семье научает даже детей, и что родителям их бывает особенно горько видеть. Теперь же ничто не сдерживало их порывы, и улыбка редкое гостья у них на губах начинало уже привыкать к ним и чувствовать себя там, как дома. Робость же их прежних привычек теперь только приятно оттеняла присущей паре молодости и счастья и избыток чувств. Прямо напротив этой группы, где яркость красок сочеталась с удивительной нежностью теней, сидели старики, престарелые дед и бабка. Контраст был разителен. Не было ни одного связующего звена, ничего, что могло бы как-то сблизить тех и других. От самых ранних и прелестных весенних цветов мы попадали к цветам увядшим и примятым к земле холодным дыханием зимы. Но в облике этих стариков было все же нечто такое, что ласкало взор. Теннерс и Волверман оценили бы их сухопарые и строгие фигуры и старинную одежду больше, нежели очарование юности и нарядные одеяния их внуков. Они были одеты весьма странно, на немецкий лад. На старике была душегрейка и шапочка, а на старухе плоеный воротник, корсаж и похожий на скуфейку чипец с длинными крыльями, сквозь которые видны были пряди седых, но очень длинных волос, обрамлявших изрытые морщинами щеки. Лица обоих светились радостной улыбкой, напоминавшей собою холодную улыбку, какую озаряет зимние долины заходящее солнце. Они не могли расслышать милых настояний сына и невестки угощаться роскошной и обильной едой, подобной которой они никогда не видели в своей очень скромно прожитой жизни, но, тем не менее, они кланились и улыбались с той благодарностью, которая бывает одновременно и обидной, и приятной сердцу любящего сына и дочери. Улыбались они также красоте Эбергарда и своих внучек, отчаянным проказом Морица, который резвился и в радости и в горе, улыбались всему, что говорилось за столом, хоть половины сказанного не слышали, и всему, что видели, хоть и очень мало, чем извиденного могли насладиться. И эта улыбка старости, это кроткое приятие всех удовольствий юного возраста, смешанное с уверенным предвкушением более чистого и совершенного блаженства, придавало поистине ангельское выражение их лицам, на которых без этого не было бы ничего, кроме увядания и упадка. Семейное празднество это было отмечено обстоятельствами достаточно характерными для его участников. Вальберг, сам человек очень воздержанный, настоятельно упрашивал отца выпить больше вина, чем было в обычае старика, и тот учтиво отклонил эти настояния. однако сын не унимался, и просьбы его были так сердечны, что отец его согласился, решив этим доставить удовольствие сыну, а не себе. Младшие дети в это время ласкались к бабке так шумно, как умеют ласкаться только дети. Мать начала их корить за эту возню. «Ничего, пусть играют», решила добросердечная старушка. «Но ведь они же беспокоят вас, маменька», сказала жена Вальберга. «Недолго им осталось меня беспокоить», ответила бабка, многозначительно улыбаясь. «Не правда ли, отец, как вырос наш Эвергард?» спросил Вальберг. «Последний раз, когда я его видел, ответил дед, мне пришлось наклониться, чтобы его поцеловать, а теперь вот должно быть ему придется наклониться, чтобы поцеловать меня». В то же мгновение Эвергард кинулся в отверстие объятия старика, руки которого дрожали и припал губами к белоснежной бороде деда. «Прижимайся крепче, дитя мое», сказал растроганный отец. «Дал бы Бог, чтобы тебе всегда приходилось целовать только такие чистые губы». «Иначе и быть не может отец», сказал впечатлительный юноша, краснея отохватившего его волнение. «Я хотел бы всю жизнь целовать только губы тех, кто будет меня благословлять, как благословляет сейчас дедушка». «И ты хочешь, весело сказал старик, чтобы всю жизнь благословение приходило тебе только из сморщенных старческих губ?» При этих словах стоявший за спиной старика Эбергерд покраснел. В это время Вальберг услышал, что часы пробили тот час, когда в благоденствии или невзгодах он привык созывать семью на молитву. Он знаком призвал детей встать, и те шепотом передали это приглашение старшим. «Да будет благословен Господь», сказала бабка в ответ на произнесенные шепотом слова внука. Сказав это, она опустилась на колени, внуки поддерживали ее с обеих сторон. «Да будет благословен Господь», отозвался старик, преклоняя свои, с трудом сгибавшиеся колено, и снимая шапочку, «Да будет благословен Господь наш, как тень от высокой скалы в земле жаждущей». Продолжал он и опустился на колени, в то время как Вальберг, прочтя главу или две из немецкой Библии, произнес молитву на случай, прося Господа, чтобы он преисполнил сердца их признательностью за снизошедшее к ним на время благоденствие, исподобил их так пройти сквозь все временное, чтобы не потерять потом из-за него блаженства вечного. По окончании молитвы все поднялись и приветствовали друг друга с той любовью корни, которые уходят за пределы земного, а цветы, какими бы ничтожными и бесцветными они не показались взором человека на этой бесплодной земле, принесут, однако, небывалые плоды в саду небесном. Отрадно было видеть, как дети помогали старикам подниматься с колен, и еще отраднее было слышать, как расставаясь все желали друг другу спокойной ночи. Жена Вальберга с особенным усердием заботилась о том, чтобы старикам жилось у них хорошо, и Вальберг покорялся ей с той гордой признательностью, которая становится еще возвышенней, когда благие поступки совершаем не мы сами, а те, кто нас любит. Родителей своих он любил, но особенно гордился тем, что их любит жена за то, что это его родители. На постоянные просьбы детей разрешить им помочь старикам он отвечал, нет, дети мои, ваша мать сделает это лучше вас, а она всегда все делает лучше. Тем временем дети его, следуя по забытому уже теперь обычаю, опустились перед ним на колени. Ласково, дрожащие от волнения рукою, он сначала коснулся курчавых волос любимца своего Эбергарда, голова которого гордо выселась над головами стоявших на коленях сестер и морица, который с безудержной, но извинительной для его счастливого возраста беспечностью смеялся, не вставая с колен. Да благословит вас Господь, сказал Вальберг, да благословит он всех вас, и да сделает он вас такими же добрыми, как ваша мать, и такими же счастливыми, как счастлив сегодня ваш отец, сказав это, он отвернулся и заплакал. Глава двадцать седьмая Эпиграф Текчайшие бедствия видел, да и многие пережил сам Вергилий. Жену Вальберга, которая от природы отличалась ровным, спокойным характером, и которую нужда и горе приучили всегда ожидать от жизни самого худшего, негаданно наступившее благоденствие не привело в такой восторг, как ее детей и даже стариков. Ее преследовали мысли, которыми она не делилась с мужем. порой она даже сама не хотела себе в них признаваться. И одному только священнику, который часто посещал их, и которого Гусман щедро одаривал, она открыла их со всей прямотой. Она сказала, что как она не признательна брату за тот достаток, который у них сейчас появился, ей хотелось бы, чтобы детям ее было позволено обучиться какому-нибудь ремеслу, чтобы себя прокормить, и чтобы те деньги, которые Гусман расточал на их светское воспитание, были употреблены на то, чтобы обеспечить им возможность не только содержать себя самих, но и помогать родителям. Она даже намекнула, что благожелательное отношение к ней брата может впоследствии измениться, особенно подчеркивая при этом то обстоятельство, что дети ее в этой стране чувствуют себя чужеземцами, что они совершенно не знают испанского языка, и что религия Испании не внушает им ничего, кроме отвращения. Очень мягко, но вместе с тем и решительно, она обрисовала те опасности, которые подстерегают семью чужеземцев еретиков в католической стране, и умоляла священника повлиять на брата и посодействовать тому, чтобы он щедротами своими помог детям ее встать на ноги и приобрести независимость, как если бы тут она замолчала. Добрый и дружелюбно настроенный к ней священник, а он действительно был и тем, и другим, выслушал ее очень внимательно. Сначала он, словно для того, чтобы исполнить свою обязанность, принялся уговаривать ее отступиться от ее геретических убеждений, утверждая, что это единственное средство примириться с Господом и с братом, а потом, получив спокойный, но решительный отказ, дал ей наилучший мирской совет, сводившийся к тому, что ей следует беспрекословно исполнять все желания брата и воспитывать детей так, как того хочет он, тратя на это все те деньги, которые он им щедро дарит. Он добавил инконфианс, доверительно, что, хотя в течение всей его долгой жизни Гусмана нельзя было заподозрить ни в какой другой страсти, кроме одной, накопить побольше денег, теперь он обуреваем стремлением отвлечь от которого его значительно труднее. Он решил, что наследники его состояния должны преуспевать во всем, что может украсить человека светского, ни в чем не уступая отпрыскам самых знатных родов Испании. Закончил же он опять-таки тем, что посоветовал ей во всем беспрекословно подчиняться желаниям брата, и жена Вальберга согласилась последовать этому совету, хоть и со слезами, которые она пыталась скрыть от священника и которые успела насухо утереть перед тем, как подойти к мужу. Тем временем план Гусмана стремительно осуществлялся. Он нанял для Вальберга прекрасный дом. Теперь и сыновья, и дочери музыканта были отлично одеты и жили в роскошных покоях. И хотя образование в Испании всегда стояло, да и сейчас еще продолжает стоять, на весьма низком уровне, они были обучены всему тому, что по тогдашним понятиям пристало знать отпрыском Истых и Дальго. Гусман строго-настрого запретил не только какие-либо попытки подготовить их к трудовой жизни, но даже само упоминание о ней. Отец торжествовал, а мать сожалела об этом, однако скрывала чувства свои ото всех и утешала себя мыслью, что то блестящее светское воспитание, которое получают теперь ее дети, в конце концов может пригодиться им в трудное время. Все перенесенные этой женщиной несчастья научили ее смотреть в будущее с тревогой, и взгляд ее, даже в самом ярком солнечном луче, озарявшем ее жизнь, с какой-то зловещей зоркостью отыскивал темное пятнышко. Требования Гусмана исполнялись, семья жила в роскоши, молодежь погружалась в новую для нее жизнь с той жадностью, какой можно было ожидать от жаждущих удовольствий юных существ, чьи природные склонности влекли их ко всему изящному и утонченному, к стремлениям, которые нищенская жизнь со всеми ее тяготами никогда не могла начисто в них уничтожить. Гордый и счастливый отец восхищался красотой детей и способностями их, которые постепенно развивались. Мать иногда в тревоге вздыхала, однако старалась, чтобы муж ее не замечал этих вздохов. Престарелые дед и бабка, чьи недуги сделались еще ощутимее от непривычного для них климата Испании, а может быть и от сильных волнений, которые по плечу людям молодым, но всегда бывают мучительны для стариков, сидели в своих глубоких креслах и проводили остаток дней в молчаливом, хотя и осознанном довольстве и безмятежном, но почтенном равнодушии ко всему, в промежутках, забываясь сладостной дремотой, спали немного, а просыпаясь, неизменно улыбались и внукам, и друг другу. Жена Вальберга в течение всего этого периода, казавшегося всем кроме нее порой безмятежного благоденствия, не раз предостерегала детей, осторожно намекая на то, что благополучию их может прийти конец. Однако все эти мрачные мысли развеивались, стоило ей увидеть на их лицах улыбки, услышать их смех, ощутить поцелуи их губ. Мать их в конце концов начинала подсмеиваться сама над своими страхами. Время от времени однако она делалась озабоченной, брала с собой детей и шла с ними к дому их дяди. Она прохаживалась взад и вперед вместе с ними перед его дверью и порою приподымала вуаль, словно пытаясь узнать, нельзя ли что увидеть сквозь стены, такие же непроницаемые, как и сердце скупого старика, или сквозь окна его, запертые так же крепко, как и его сундуки, после чего, бросив взгляд на дорогую одежду детей, и, как бы стараясь заглянуть далеко вперед, она вздыхала и медленными шагами возвращалась к себе домой. Неопределенности этой скоро, однако, пришел конец. Священник, духовник Гусмана часто наведывался к ним. Он был его доверенным лицом, и старик поручал ему передавать семье сестры свои щедрые дары. К тому же он был искусным шахматистом, причем даже в такой стране, как Испания, у него не было партнера по силе равного Вальдбергу. Естественно, он не мог оставаться безучастным к семье и ее судьбе, и, хотя его правоверные взгляды и мешали ему стать на их сторону, сердце его все равно было с ними. Таким образом, наш добрый священник умудрялся сочетать одно с другим, и, поиграв в шахматы с отцом семейства, возвращался потом в дом Гусмана и там молился о том, чтобы вся эта семья еретиков обратилась в католичество. И вот однажды, когда он сидел у вальбергов за игрой, его вдруг срочно вызвали. Священник оставил своего ферзя амприз под шахом и поспешил выйти в коридор, чтобы поговорить с посланным за ним слугой. Все сидевшие в комнате встрепенулись, поднялись со своих мест и в невыразимом волнении последовали за ним. Они остановились у двери, однако потом все же вернулись со смешанным чувством. Тут были одновременно и тревога, и стыд, что излишнее любопытство их может обратить на себя внимание. Отходя от двери, они однако яственно расслышали слова, посланного за священником слуги, едва дышат, послал за вами, нельзя терять ни минуты. И оба они, слуга и священник, тут же ушли. Вся семья вернулась к себе, и едва ли не весь вечер провела в глубоком молчании, прерывавшемся только отчетливым тиканьем часов, которое казало слишком громким их настороженному слуху. Только оно, да еще эхо торопливых шагов Вальберга, который вскакивал с кресла и принимался ходить взад и вперед по комнате, нарушали воцарившуюся в доме мертвую тишину. Услыхав звук шагов, все оборачивались, ожидая увидеть посланного, но потом, поглядев на безмолвную фигуру Вальберга, снова усаживались на свои места. Всю ночь семья просидела в волнении, которое никто ничем не выражал и которое, по сути говоря, было невыразимо. Свечи едва мерцали, а потом догорели до конца и совсем потухли, однако никто этого даже не заметил. Бледные лучи зари пробрались в комнату, но никто не подумал, что настало уже утро. Господи, до чего же долго все это тянется, невольно вырвало сувальберга от слов этих, хоть произнесены они были едва слышно, все встрепенулись. Это были первые звуки человеческого голоса, которого они не слышали уже много часов. В эту минуту раздался стук в дверь, а вслед затем медленные шаги по коридору, дверь в комнату отворилась, и на пороге появился священник. И в этом контрасте между сильным чувством и глубоким безмолвием, в этом столкновении слова, которое душило мысль, едва только успевшую зародиться, и мысли, которая напрасно искала поддержки в словах, в этой стремительной схватке страдания и немоты было что-то поистине зловещее, однако длилось все это лишь какое-то мгновение. Все кончено, произнес священник. Вальберг обхватил голову руками и в мучительном волнении вскричал «Благодарение Господу!» и, схватив какой-то находившийся рядом предмет, словно то был кто-то из его детей, обнял его и прижал к груди. Жена его, узнав, что брат ее умер, в первую минуту заплакала, а потом, подумав о детях, поднялась, чтобы услыхать все, что будут говорить. Священник, однако, ничего не мог прибавить к тому, что им было сказано. Гусман умер. «Все ящики, комоды и сундуки в доме опечатаны. Ни один шкаф не избежал этой судьбы. Столь усердны были все те, кому было поручено это дело, а завещание должно было быть вскрыто на другой день». На другой день семья пребывала в таком напряженном ожидании, какое начисто исключало всякую мысль. Как всегда, на стол был подан обед, но никто к нему не притронулся. Каждый только уговаривал другого поесть, но так как сам он был не в силах подкрепить настояние своего собственным примером, то никто и не следовал его уговорам. Около полудня явилось некое должностное лицо, как видно, это был стряпчий, и пригласило Вальберга присутствовать при вскрытии завещания Гусмана. Собравшись идти с ним, Вальберг в торопях позабыл шляпу и плащ. Тогда сыновья стали подавать ему кто одно, кто другое. Эти знаки внимания со стороны детей рядом с собственной рассеянностью так его потрясли, что совершенно обессилевший он опустился в кресло, чтобы немного прийти в себя. — Дорогой мой, лучше тебе не ходить туда, ласково сказала жена. — Да, я верно последую. Я должен буду последовать твоему совету, ответил Вальберг, снова опускаясь в кресло, с которого он только что тщетно пытался встать. Стряпчий учтиво поклонился и собрался уходить. — Нет, я пойду, сказал Вальберг, сопровождая свои слова немецким ругательством, причем гортанные эти звуки заставили Стряпчего обернуться. — Нет, я пойду. И он упал на пол, обессилев от долгих часов, проведенных без еды и без сна, и от волнения понять, которое может только тот, у кого есть дети. Стряпчий удалился, и прошло еще несколько часов мучительной неопределенности и догадок, которые каждый переживал по-своему. Мать крепко стискивала руки и старалась подавить каждый вздох, а отец был погружен в глубокое молчание. Он смотрел куда-то в сторону и, казалось, в то же время тянулся к детям, но потом вдруг отдергивал руки. Дети же очень быстро переходили от отчаяния к надежде. Дед и бабка сидели неподвижно. Они не могли понять, что происходит, и только знали, что если семью ожидает что-то хорошее, то оно несомненно распространится и на них. Что же касается всего худого, то за последнее время их притупившийся ум должно быть уже не мог его воспринять. Время шло, наступил полдень. Слуги, которых благодаря щедрости покойного в доме у них было порядочно, доложили, что обед готов. Тогда Инесса, владевшая собой лучше, нежели все остальные, напомнила мужу, что они не должны показывать своих чувств в присутствии слуг. Тот машинально повиновался ей и пошел в столовую в первый раз за все время, забыв предложить руку своему больному отцу. Семья последовала за ним, но когда все уже уселись за стол, у них был такой вид, как будто они не знают, для чего они собрались. Вальберг, с недаймой жаждой, которая всегда сопутствует волнению и которую нельзя бывает ничем утолить, несколько раз требовал, чтобы принесли вина, а жена его, которая чувствовала, что у нее кусок не идет в горло в присутствии неподвижных, взирающих на нее слуг, сделала им знак уйти, но и тогда не притронулась к еде. Старики ели, как обычно, и порою поднимали глаза, в которых можно было прочесть какое-то смутное удивление и бессмысленное и тупое нежелание поддаваться страху перед надвигающейся бедой и даже просто допустить, что беда может стрястись. Перед концом этой унылой трапезы Вальберга вдруг вызвали. Через несколько минут он вернулся, и казалось, что в выражении лица его не произошло никаких перемен. Он снова сел за стол, и только жена его заметила, что какая-то странная улыбка пробежала по его дрожавшим губам в то время, когда, налив полный бокал вина, он поднес его ко рту и провозгласил за здоровье наследников Гусмана. Однако вместо того, чтобы выпить вино, он швырнул бокал на пол, опустил голову на стол и, уткнув лицо в скатерть, закричал «Ни одного дуката!» «Ни одного дуката!» «Все оставлено церкви!» «Ни одного дуката!» Вечером явился священник, и к этому времени семья успела немного прийти в себя. Очевидность случившегося стала для них источником мужества. Неопределенность — это единственное зло, с которым невозможно справиться, и, подобно юным морякам, вступившим в неизведанные морские просторы, они были уже почти готовы к тому, чтобы встретить бурю, которая, наконец, избавила бы их от мучительной непереносимой тревоги. Исполненные благородного негодования и в то же время ободряющие слова священника ласкали их слух и несли мир в их сердца. Он высказал им свое убеждение, что корыстолюбивые и лицемерные монахи, как видно, прибегли к самым неподобающим средствам, чтобы заставить умирающего старика сделать такое странное завещание, заверил их, что готов перед любым судом Испании свидетельствовать, что покойный, во всяком случае, еще за несколько часов до смерти собирался отказать все свое состояние их семье, что об этом своем намерении он много раз говорил, как ему, так и другим, и что он собственными глазами видел совсем недавно составленное им завещание. кончил он тем, что дал совет Варбергу передать это дело в суд, обещая помочь ему как своим личным содействием, так и влиянием, которым он пользовался у лучших адвокатов Севильи, словом, всем, кроме денег. Надежда это приободрила семью, и эту ночь все спали спокойным сном. Одно только обстоятельство освидетельствовало о перемене, происшедшей в их чувствах и привычках. Перед тем, как разойтись, старик положил дрожавшую руку на плечо Вальберга и мягко сказал, «Сын мой, а мы помолимся перед сном?» «Нет, отец, сегодня мы не будем молиться», ответил Вальберг, который, очевидно, либо боялся, что упоминание об их еретических молитвах может отдалить от них столь расположенного к ним священника, либо ощущал слишком большое волнение, чтобы предаться возвышенным чувством. «Нет, сегодня мы не будем молиться. Я слишком счастлив». Священник сдержал слово. Усердие его и то большое влияние, которым он пользовался, не оказались напрасны. Лучшие адвокаты Севильи взялись за дело Вальберга. Они искусно подобрали и умело использовали доказательства того, что на завещателя действительно было оказано воздействие недозволенными средствами, что имели место запугивания и прямое принуждение. С каждым часом Вальберг становился бодрее. Ко времени, когда умер Гусман, семья располагала довольно значительной суммой, но деньги эти были вскоре израсходованы, точно так же, как и сбережения, сделанные за последнее время усилиями Инессы, которые она теперь со всей щедростью отдала на нужды мужа в надежде на благоприятный исход дела. Когда это было истрачено, оставались еще другие возможности. Они расстались со своим роскошным домом, рассчитали слуг, распродали обстановку, как то обычно бывает, за четверть цены. И после того, как они переселились в новое скромное помещение в пригороде Севильи, Инесса и ее дочери снова принялись за все работы по дому, которые они привыкли исполнять в ту пору, когда спокойно жили в Германии. Из всех этих перемен деду и бабке пришлось испытать только одну перемену места, которую они, впрочем, не очень-то даже и ощутили. От того, что все заботы о стариках целиком легли на плечи Инессы, им стало нисколько не хуже, а может быть даже и лучше. Приветливо улыбаясь, она всегда умела сослаться на отсутствие аппетита или легкое недомогание, чтобы объяснить, почему так скудно все приготовленное для нее самой и для детей, стараясь в то же время, чтобы у стариков было все, что показалось бы вкусным их притупившимся уже чувством, и что, как она помнила, они могли есть без ущерба для здоровья. Дело было назначено к слушанию, и в первые два дня адвокаты Вальберга имели успех. На третий день адвокаты церкви оказали им решительное и сильное сопротивление. Вальберг вернулся домой совершенно подавленный. Жена его это заметила. Она не стала его утешать и старалась не быть с ним особенно ласковой, дабы не расстравлять этим еще больше его горе. Инесса держала себя спокойно, и на протяжении всего вечера муж ее мог видеть, как она невозмутимо исполняет все свои обязанности по дому. Перед тем, как разойтись, старик, как нарочно, снова напомнил сыну, что надо бы помолиться перед сном. — Только не сегодня, отец, — раздраженно ответил Вальберг. — Только не сегодня. Я слишком несчастен. и так, — сказал старик, воздев к небу свои сохшие руки, и голос его обрел небывалую силу, и так, о, господи, как благоденствие, так и горе становится для нас оправданием того, что мы пренебрегаем тобой. Шатаясь, старик вышел из комнаты, а Вальберг в это время, прильнув к жене и опустив голову ей на грудь, горько заплакал. — Жертва Богу — дух сокрушенный, — прошептала про себя Инесса. — Сердца сокрушенного и смиренного он не презрит. Дело велось с таким воодушевлением и так быстро, как того еще никогда не бывало в судах Испании, и на четвертый день назначено было последнее заседание, на котором должно было быть вынесено решение. С первыми же лучами зари Вальберг встал, отправился к зданию суда, и в течение нескольких часов расхаживал перед его воротами. Когда они наконец отворились, он вошел туда и, ни о чем не думая, сел в кресло в одном из пустующих залов. Взгляд его при этом преисполнился глубокого внимания и тревожного любопытства, как будто судьи уже заняли свои места и вот-вот должны были вынести решение. После того, как он просидел так несколько минут, он вздохнул, вздрогнул и, как бы пробудившись ото сна, встал и принялся расхаживать взад и вперед по пустынным коридорам и ходил до тех пор, пока не явились судьи и не стали готовиться к заседанию. В тот день оно началось очень рано. Защита оказалась чрезвычайно сильной. Вальберг сидел все время на одном месте и так и не покидал его до тех пор, пока заседание не окончилось. Это было уже поздно вечером. и за весь день во рту у него не было ни куска, и он ни на минуту не встал, ни на минуту не вышел из душной залы, где шел суд, чтобы передохнуть и подышать свежим воздухом. Да что там говорить, не надо иметь большого ума, чтобы понять, что у еретика чужеземца не было никаких шансов одержать верх над испанскими клириками. Семья Вальберга провела весь этот день в задней комнате их убогого жилища. Эбергард хотел было пойти вместе с отцом на суд, но мать удержала его. Время от времени сестры прервали свое рукоделие, и мать их, улыбаясь сквозь слезы, напоминала, что им следует продолжать работу. Они брались за нее снова, но руки не слушались их, и все шло до такой степени вкриф и вкось, что мать наконец велела им оставить рукоделие и заняться какой-нибудь работой по дому, которая потребует от них большей живости. Тем временем наступил уже вечер. Время от времени все члены семьи отрывались от своих занятий и устремлялись к окну посмотреть, не идет ли отец. Инесса уже ни во что не вмешивалась, она сидела молча, и молчание ее резко противостояло той непрерывной тревоге и беспокойству, в котором пребывали ее дети. «Отец идет!» вскричали все четверо детей разом, завидев переходившего улицу мужчину. «Нет, это не отец!» воскликнули они снова, когда фигура медленно удалилась. Послышался стук в дверь. Инесса кинулась, чтобы открыть. фигура отступила, приблизилась, кинулась куда-то в сторону и скользнула в дом точно тень. В страхе Инесса пошла вслед за нею, и страх ее превратился в ужас, когда она увидела, что муж ее опустился на колени перед детьми, которые напрасно силятся его поднять. «Нет, дайте мне стать перед вами на колени. Я погубил вас всех! Дело проиграно. Из-за меня вы все теперь стали нищими. Папочка, дорогой, встаньте!» закричали дети. «Раз вы живы, то ничто не погибло. встань, дорогой мой! Не подвергай себя этому ужасному и чудовищному унижению!» вскричала Инесса, хватая мужа за руки. «Да помогите же мне дети!» «И вы тоже!» воскликнула она, обращаясь к старикам. «Неужели вы мне не поможете?» При этих словах беспомощные, едва живые и шатающие с этой стороны в сторону дед и бабка поднялись со своих кресел и, двинувшись вперед, присовокупили остаток своих сил, свою силу бессилия, чтобы поддержать тяжесть тела, которое с трудом удерживали жена и дети. Вид несчастных родителей оказал на Вальберга больше действия, нежели усилия всей семьи. Его удалось поднять с колен и посадить в кресло, которое обступили теперь жена и дети, в то время как старики, с трудом водрузившиеся вновь свои кресла, несколько минут спустя позабыли уже, должно быть, что случилась беда, которая за один миг придала им такую необыкновенную силу. Обступившая Вальберга семья старалась утешить его всеми средствами, какими только может располагать беспомощная любовь, но, может быть, ни одна стрела не поражает наше сердце с такой силой, как мысль, что руки с безмерной любовью, сжимающие наши, не могут заработать на хлеб ни для себя, ни для нас, что губы, так горячо припадающие к нашим губам, быть может, вслед за тем попросят у нас хлеба, и мы не сможем им его дать. Возможно, для семьи этой было счастьем, что бедственное положение, в котором они очутились, не позволяло им длительное время пребывать в бездействии. Среди всех криков и воплей, которые раздались в этот тяжелый для них день, голос нужды звучал особенно четко и внятно. Надо было позаботиться о завтрашнем дне и сделать это безотлагательно. Сколько у тебя осталось денег? Вот первое, о чем спросил Вальберг к жену, и когда она шепотом назвала ему ту ничтожную сумму, которая осталась у них после оплаты всех судебных издержек, он содрогнулся от мгновенно охватившего его ужаса. Потом, вырвавшись из объятий жены и детей и вскочив с места, он ушел в противоположный угол комнаты, давая этим понять, что хочет на несколько минут остаться один. В это время он увидел, как его младший сын играет длинными концами шнура, которым был подпоясом дед. Мальчика игра эта приводила в восторг, а старик, хоть и бронил его за шалость, сам в то же время не мог ему не улыбнуться. Вальберг в раздражении ударил бедного ребенка, а потом принялся обнимать его и просить «Улыбайся!» «Улыбайся еще!» Денег у них могло хватить во всяком случае на следующую неделю, и это обстоятельство теперь для них много значило. Так бывает с людьми, потерпевшими кораблекрушение, которых носят по волнам на каком-то обломке. Они надеются, что их скудного запаса провианта им хватит до тех пор, пока они не достигнут берега. После того, как Энесса убедилась, что свекор и свекровь спокойно улеглись спать, все они стали обсуждать, что им делать, и просидели так всю ночь. Во время этого долгого и печального совещания в сердцах их незаметно пробудилась надежда, и они постепенно выработали план, как обеспечить себя средствами к существованию. Вальберг должен был попытаться найти применение своим способностям и сделаться вновь учителем музыки. Инесса и ее дочери начать зарабатывать вышиванием, а Эбергард, который обладал очень тонким вкусом и в музыке, и в живописи, должен был попытать силы и в той, и в другой области, причем все решили за помощью и советом в этих делах обратиться к дружелюбному и расположенному к ним священнику. Утро застало их за этим затянувшимся разговором, и оказалось, что он так захватил их всех, что никто из них даже не чувствовал никакой усталости. «Голодать нам не придется», сказали окрыленные надеждою дети. «Думаю, что нет», вздохнул Вальберг. Жена его, хорошо знавшая Испанию, не проронила ни слова. «Голос» сегодня исчезну Испанию «Жена